Лена, привет. Привет. Как дела? Да, нормально. Ну, я рад знакомству. И тема, как всегда, суперинтересная. Скажи мне, сколько лет ты посвятила изучению мозга? Да не то чтобы, на самом деле, очень много. У меня довольно сложная была история с тем, что я довольно быстро поняла, что я хочу заниматься наукой, но не сразу поняла, что я хочу заниматься исследованиями мозга. Вот. Поэтому я сначала защитила кандидатскую по биохимии, а потом подумала, что что-то не то. Что-то вот... Кем я буду, когда вырасту? Вот. И подумала, что нет, это совсем не то, чем я хочу заниматься. И где-то в районе 30 лет резко поменяла направление исследования, пошла заниматься мозгом. А что в этот момент было? То есть вот этот рубеж, когда ты как бы поняла, там уже была какая-то трендовость, связанная с изучением мозга, все эти истории. Либо это вне зависимости от такого научного бенчмарка, там, изменения трендов произошло? Ну, наверное, все-таки тренды как-то повлияли, хотя, в общем, я не занимаюсь какими-нибудь там оптогенетикой или чем-то еще таким супернашумевшим. И то, что сильно поменяло наше представление о мозге. Скорее, это было какое-то сочетание того, что заниматься наукой – это самая интересная, на мой вкус, вещь. А дальше там история в том, что ты начинаешь понимать, какие вещи тебя радуют. И в какой-то момент понимаешь, что, например, чтение всего, всей литературы, начиная от научных обзоров, качая какими-то журналистскими репортажами о том, что нашли у нас в мышлении, в мозге, в психике – это та вещь, которая мне всегда доставляет радость просто. Удивительно. И на стыке вот, да, получилось. Слушай, а вот как вот так вот и получается, что… Ну, вот это же, это получается какая-то наша предопределенность, какой-то научный склад ума. Ну, вот представим себе, сейчас возьмем все многообразие людей, да? И вот кому-то, как тебе, доставляет удовольствие чтение таких тяжеловесных научных статей, каких-то… Ну, понятно, что это тяжеловесные только для обывателя, наверное. Ну, я думаю, что если нормальная статья, то она даже для профессионала тоже не совсем легкая чтива какой-нибудь там, не Дарья Донцова. Поэтому… А кому-то это не то, чтобы как бы не нравится, это просто не под силу. И вот это что? Ну, такое да бывает. Но это следствие твоего как бы погружения в академическую часть. И как бы ты постепенно, постепенно как бы обретала, как бы расширяла понятий на аппарату, у тебя появилась какая-то возможность расшифровывать этот, условно, там какой-то секретный код этих научных статей, и ты нашла в этом какую-то магию. Это как, знаешь, вот когда какие-то симфонические оркестры, там какие-то тонкие какофонии, люди там чувствуют, что кайфуют от того, что слышат какие-то там, ну, такие неуловимые для обывателя нотки. Это то же самое, либо это просто вот как бы врожденная способность определенного типа людей с каким-то там, не знаю, в лотереи в генетическом, с каким-нибудь вбросом, которые пришли в этот мир исключительно для того, чтобы как бы, знаешь, в эволюционном истории. Нам нужно, чтобы у нас было, не знаю, там 5% ученых, чтобы вот этот общий эволюционный процесс двигался вперед. И вот ты одна из них. Ну, исходя из того, что профессия ученого появилась сравнительно недавно, а люди эволюционируют, развиваются как сообщество очень-очень давно, это первый момент, а тем более женщины-ученые появились еще более недавно, чем мужчины-ученые. Но это не значит, что у них не была такая предопределенность. Им просто не давали ощутить кайф от этого. Ну, то есть есть такая история. Явно, скажем, есть какая-то часть людей, у которых любопытство и удовлетворение любопытства это одна из очень важных потребностей. То есть человеку, ему очень важно узнавать что-то новое и пробовать такое, чего до этого никто не пробовал. Или там пробовали единицы. И это потребность, которую сейчас разумнее всего удовлетворять в науке. Ну, то есть это такое место, где вот все создано, вся инфраструктура создана для того, чтобы удовлетворять любопытство некоторых суперлюбопытных людей за государственный счет. То есть вот если говорить про то, что такое наука, одно из определений может звучать так. При этом, судя по всему, эту потребность на визне можно каким-то другим образом удовлетворять. Я думаю, что вот какой-нибудь Федор Колихов или какие-нибудь там еще ребята-путешественники, которые, значит, садятся куда-нибудь в какую-нибудь лодку или там берут рюкзак на плечи и поднимаются в одиночку в какие-нибудь Кималайи, это тоже те ребята, которые удовлетворяют свою потребность в новом опыте, в новых ощущениях. И это тоже вот эта вот потребность на визне, в том, чтобы сделать что-то, что до этого никто не делал или никто не знает, как оно выйдет. То есть есть очень много разных факторов, которые могут на это повлиять. А у кого-то эта потребность на визне развита гораздо слабее, а развита потребность в безопасности. Безопасность связана с определенностью. То есть вот у кого-то, мы берем такую прям шкалу, на одном конце у нас люди, которым нужно, чтобы все было максимально понятно, потому что в этом мире ничто им не угрожает, потому что они все здесь знают. И на другом конце у нас есть вот там какие-нибудь ученые, астронавты, путешественники, кто-то еще, которые как только мир становится слишком предсказуемым, им становится скучно. Они начинают страдать от того, что их ничто не радует. Вот так бы я сказала. То есть получается, что... Ну и посередине есть люди, которые вот весь спектр посередине. Понятно, что это у нас как это, гауссиана, да? Большая часть людей у них не экстремумы. То есть вот не надо считать, какой из этих двух полюсов я принадлежу. Скорее всего, ну то есть даже я не принадлежу к полюсу на самом деле. Мне надо какой-то определенной жизнью. То есть это все больше о любопытстве и желании удивляться. Да, конечно. И получается, что наука — это среда, где как раз-таки вероятность удивления, то есть получается вот эта возможность, такая как бы питательная среда, в котором ты можешь кормить свою жажду к удивлениям, этот голод к чему-то новому. Ну, я бы сказала, что вот это — это то, как ты романтично представляешь себе науку, когда ты туда только-только попадаешь. Ну а если у тебя при этом есть вот только вот это удовлетворение, любопытство и желание удивляться, то долго ты там не просидишь. Мне кажется, что скорее в какой-то момент ты поймешь, что ты просто научный журналист. Потому что научные журналисты — это те ребята, которые собирают все сливки. Они собирают вот эти все уже развешанные бантики, вот эти вот плоды удивления, которые, собственно, производят ученые. А когда ты занимаешься наукой, значит, ты, с одной стороны, хочешь чему-то удивляться и чего-то нового узнавать, а с другой стороны, ты хочешь порядочивать мир. То есть тебе хочется понять внутреннюю структуру, внутреннюю схему, которая невидимая. То есть у нас есть видимые связи, вот пришел мальчик, пнул мячик, мячик полетел. Даже младенцы понимают, что происходит, и не удивляются этому. А бывают невидимые какие-то связи, когда, например, там, не знаю, что-то за фирмой такое происходит, тогда закатывается мячик, а потом там что-то происходит, шерманка открывается, а мячика нет. И вот младенцы удивляются, потому что они знают, что физические объекты не пропадают просто так. И понятно, что это такое что-то, что экспериментаторы сделали для того, чтобы понять, как младенцы воспринимают мир. Но, тем не менее, бывают какие-то невидимые вещи, которые что-то такое приводят в движение в этом мире. И когда ты начинаешь лучше их понимать, ну, это прикольно. Это просто очень... расширяет твой диапазон, и у тебя есть вот это ощущение того, что ты что-то такое видишь, чего другие люди, возможно, не видят. И это, ну, блин, это прикольно просто, да. Слушай, ну, вот тогда вот, знаешь, что тут любопытно? Такое ощущение, что количество людей, может быть, сейчас вообще ошибаюсь, так что, если что поправляю, просто по моему ощущению, не знаю, как оно в реальности, количество научных журналистов, ну, всякого рода там, всех мастей популяризаторов науки, что связано там с нейробиологией, там, нейросайенсом, их как будто бы больше, чем самих людей, вовлеченных в этот процесс. Причем такой процесс не просто, как бы, опять же, вот... Ну, знаешь, я всегда задаю вопрос, ты человеческий мозг в руках держала? Ну, прям вот чтобы... Нет, не держала. Вот. Ну, получается, что, как бы, ты больше теоретик, да? То есть ты, как бы, теоретизируешь... Первая инстанция — это тот, кто держит в руках мозг. Ну, то есть... То есть потом он дает тебе... Это патолого-анатом. Подожди, ну да. Это патолого-анатом. Да, но, как бы, ты же не можешь... Как бы, все, что строится у вас, я имею в виду, на следующем эшелоне, когда есть теоретическая часть, это, как бы, основано на сыром материале. Ну, то есть, как бы, нету... Если бы не было связи между каким-то телом внутри, то, в принципе, науки бы и не было, о чем мы вообще говорим. Соответственно, как бы все так вот двигается. Первый эшелон, ну, пусть там патолого-анатомы, там, не знаю, нейрохирурги, которые, ну, им надо это поддержать, да? И они дают ресурсы для теоретической части. Теоретическая часть создает что-то, там, осмысляет, как работают нейроны, там, б-б-б-б-б. Битом, журналисты. А те вообще просто, как бы, паразитируют вот на продуктах вот труда, и они вот выхватывают эти вот... Это не паразитизм. Нет-нет-нет, это не паразитизм. Это совсем другая история. Они переваривают. Они фактически... Вот мы тут какой-нибудь гранит науки высекли, а их задача, по большому счету, сделать так, чтобы этот гранит как-то разложить на маленькие кусочки и вытащить из них те, которые смогут усвоить другие люди. Это на самом деле очень важная история. Конечно, ну так всем... Это ли не паразитизм, понимаешь? То есть ничего не создав... Нет, паразитизм, смотри. Нет, паразитизм – это когда у нас есть кто-то, кто получает выгоду за счет ухудшения состояния того, на ком он паразитирует. А это вот взаимное сотрудничество, на самом деле, симбиоз. Потому что далеко не каждый ученый умеет классно и доступно объяснять, чем он занимается. Но проблема в том, что ему нужно деньги получать от государства, и, в принципе, ему нужно, чтобы общество понимало, для чего существует наука. И когда выходит ученый и говорит, что, вы знаете, мы нашли во временных рядах активности вот такой-то структуры мозга отдельную нелинейность, мультифрактальность, которая говорит нам о том, что количество экспонентов в этом сигнале как-то связано с состоянием психоэксперима. В общем, на арамейском говорит. Да, да, да. Что-то по-научному он сказал. И все такие, так, погоди, а мы тебе сколько денег платим? Вот за это? А это вообще что такое? То есть, ну, нам эти фракталы к чему там прикладывать, условно говоря. Вот. И приходит журналист. И он долго интервьюирует ученых, заходит с той, с другой, с пятой стороны и пытается понять, как это, значит, нужно подать для того, чтобы люди поняли, собственно, почему они кормят этого самого ученого. С другой стороны, понятно, что иногда из этого возникают всякие истории про то, что ученые каждый месяц находят лекарства от рака, при том, что ученые редко находят лекарства от рака, этим фарма занимается, да, это немножко другая просто профессия. Вот. Но он, значит, долго-долго пытает ученого, и потом тот говорит, ну, вот когда-нибудь в будущем мои разработки позволят лучше подбирать терапию. Через 20 лет. Что пишет ученый? Что говорит ученый? А что пишет журналист? Мы, значит, приблизились к лечению рака, излечению, полному излечению рака, например, да, потому что это заголовок, который люди сидят. Явно где-то в процессе часть, важная очень часть информации была потеряна, да, этот процесс коммуникации, он состоялся не совсем так, да. Вот. Но при этом без этой стадии довольно сложно. На мой вкус, лучшие журналисты научные получаются из тех людей, которые сами в науке поработали. Если человек совсем не понимает, как устроена наука, как она работает, ему гораздо тяжелее про это писать. Это примерно, как, я не знаю, там, ну, там, писать про производство, никогда не побывав на заводе, да. То есть у тебя есть какие-то свои иллюзии в этом месте, и ты не очень понимаешь нюансы. Либо мозгов не хватило стать настоящим ученым. Мозги не нужны. Изначально же мозги не нужны. Ну, я условно как бы сейчас сказал. Ну, знаешь, как бы вот когда, допустим, есть критики, а есть люди, занимающиеся искусством. То есть когда кто-то пытался стать, не знаю, там, художником, не знаю, там, музыкантом, и у него что-то не получилось, но не хватило вот этой капельки таланта для того, чтобы блистать. И он решил стать критиком, либо еще кем-то, только потому, чтобы как бы остаться, применить, вот у него был вектор применения какого-то бэкграунда, который все-таки он коснулся чего-то, но и дальше уже начинается. Вот тут, знаешь, что самое важное? То есть я это понимаю, для чего нужна вот эта вот как бы коммуникация между таким консервативным или там менее консервативно научным сообществом и обывателями, то есть просто или там грантодателями. То есть, ну, эта история понятна. Но что меня в этот момент, и это лично моя история, она очень субъективна, я не думаю, что кто-то так еще, ну, то есть есть, наверное, так думаю еще, но лично мой экспириенс. Вот это функция служения, так, служения народу. То есть как бы мы берем вам, перевариваем, как вот птички, потом расплевываем вот как бы птенцам, которые жаждут дознания. Сейчас все жаждут дознания. Ты посмотри, все сидят в интернете и только там дайте, дайте, дайте то, дайте все. И вот они сплевывают всем вот эту какую-то там блевоченную переваренную, да, вот научного комьюнити. Но при всем при этом они на себя взвешивают, как бы, ставят, становятся в позицию, что мы как бы, вот вы жалкие приматы, а мы вам сейчас объясним, вот как бы сплюнем вот это вот, как бы извергнем из себя вот эту светочь знаний. Хотя они к этому имеют весьма поверхностное отношение. Это то же самое, что человек, перевевший книгу, там, не знаю, Достоевского на английский язык, получает лавры наравне с самим Достоевским или там кого-нибудь, с кем-нибудь, кого он переводил, только потому, что он как бы перевел с одного языка на другой. И они так себя ведут, и меня это так раздражает, если честно. Не знаю, почему. Ну, смотри, смотри, первый момент. Не знаю, опять-таки, насколько этот факт известен и общедоступен, но вот тот же самый мед, который считается очень полезным продуктом, это отрышка пчел. Причем пчелы эти, они изначально собирают в пыльцу, да, и в целом люди пыльцой как бы не питаются. То есть вот если человеку предложить в баночке 5 литров пыльцы, он скажет, ну и чего мне, зачем мне это, да? А вот когда, значит, пчелочки это все собрали, там, каким-то образом у себя переварили, добавили туда каких-то своих дополнительных ферментиков, там, чего-то еще такого, и, значит, потом это отрыгнули, да? Вот получился мед, и мед мы едим с удовольствием, нам это кажется очень полезным продуктом, там, вот воск, перга, что-то там еще такое, да? То есть вот это все пчеловодство, оно позволяет... Прополис, да-да-да. Вот это все пчеловодство позволяет делать изначально не очень усвояемую нами пыльцу питательным продуктом, да? И в целом это тоже очень важная задача, которая требует другого навыка. То есть, условно говоря, у тебя есть какие-нибудь ребята, которые там, сейчас это очень тупая аналогия, но тем не менее, которые что-то делают руками, например, там, обжигают какие-нибудь там горшки, да? Но при этом у них очень слабо развитые ноги, ну, то есть они очень слабенькие, им очень тяжело свои горшки отнести куда-то, где эти горшки нужны. Есть вот, условно говоря, журналисты, да? А у них руки, у них не очень сильные, да? Но у них вот за спиной там типа помещается много горшков, и они далеко, за 10 километров в деревню на рынок эти горшки приносят. И то, и другое очень важно, и то, и другое требует своего навыка. На самом деле, навык коммуникации – это тоже очень важный навык. Не то, чтобы ученый совсем без навыка коммуникации может заниматься наукой, потому что научные статьи в журнале – это тоже какая-то коммуникация. Но эта коммуникация очень специфическая, вот прямо очень специфическая. А вот эта вот способность доступной и популярной изложить то, что там в этой науке происходит, это совершенно другая компетенция. А эта компетенция вот перевода чего-то, то, что ты говоришь, переводчик с одного языка до другой. Но на самом деле, если так подумать, редко кто знает переводчика. Вот если спросить какого-нибудь поклонника русской литературы на Западе, знает ли он, кто переводил Достоевского и Толстого, то 90, если не больше процентов, не зовут, кто конкретно переводил. Вот, да. А Достоевского и Толстого все знают. Соответственно, обычно, когда опять-таки эти вот журналисты работают, редко кто знает имена журналистов, вот их самых-самых. Обычно все знают имена ученых. Все равно. Да, то есть мы знаем Хокинга, мы знаем там Эйнштейна, мы знаем Дарвина, там Стивена Пинкера, кто-то знает Сапольский, да, вот из нашей области, там Франца де Вааля. И никто не знает ни переводчиков, ни коммуникаторов, ни тех людей, которые рассказывают про эти открытия. То есть все равно слава-то достается, я бы сказала, первооткрывателю, так или иначе. Да. И все довольны. Подожди, с этим я согласен, но имеется в виду, что вот представь себе, вот есть, допустим, там Стивен Пинкер, не важно кто там угодно, вокруг него есть люди, которые находятся, наблюдают за его деятельностью, и сейчас появилась с учетом интернета, всяких социальных медиа, возможность капитализироваться на вот этом каком-то пережевывании информации. И это, значит, между человечеством, между обывателями и ученым, который там занимает свою работу, появляется группа людей, которые начинают сорсить данные. И в этот самый момент, когда как бы, ну, то есть, то есть можно, в принципе, напрямую слушать Стивена Пинкера. Он часто участвует в подкастах. И как бы можно... А он почему-то есть книжки прекрасные? Ну да, ну то есть можно читать его литературу, можно читать, когда слушать его, когда он с кем-то разговаривает. А есть люди, которые просто как бы берут какой-то кусочек, начинают его выплескивать в это, и впоследствии они как бы, ну вот, я не знаю, это лично мое ощущение, они становятся как бы вот, как раз-таки начинают на себя направлять свет софитов. То есть вот это как некий социальный лифт, который позволяет тебе, а причем, ты представь себе, что ты начинаешь жонглировать не только достижением Стивена Пинкера, а всего научного сообщества, они как бы... И вот ты такой, конечно, такой аншалантли говоришь о чем-нибудь связанном с наукой, как будто бы, знаешь, для тебя это такая повседневность. И ты как будто бы становишься неким гуру. И вот они так себя преподносят миру. То есть вот я знаю обо всем, меня можно обо всем спрашивать, я постоянно погружен. И я ничего, в принципе, в этом плохого не вижу. Здесь интересный просто компонент, что, мне кажется, внутри этого всего есть, знаешь, как бы, видимо, гигантское эго, которое не могло, не моглось найти выхода вот этого реализации себя. То есть вот в научном комьюнити, ну то есть это у всех там есть, наверное, эго и большие амбиции, я нисколько не сомневаюсь, да, там рассказывали какие-то баттли. Не только научном. Ну, я имею в виду, как бы казалось всегда так, что научное комьюнити, вроде бы там высокий уровень интеллигентности должен быть, там какой-то, не знаю, там, а там, говорят, такие баттлы происходят жесткие, там люди там друг друга тоже, будь здоров, как в закулисе, там, в закулисных играх играют там. Вот, но смысл в том, что там есть какая-то свой вектор развития, здесь свой. И получается так, когда человеку не удается реализовать себя на этом поприще, у него не закрытый, как бы, какой-то гештальт самореализации. И как только появляется возможность это, ну, какую-то вот эту незакрытую тему закрыть через вот эту вот трансформацию знаний, а, если честно так посмотреть, то, вот, посмотрите, в биологии, ну, я сейчас без обид, как бы, абсолютно, да, биологов, химиков, они никогда не были альфой. То есть это люди, когда какие-то странные ребята что-то там бурчат на своем языке. Ну, я просто тебе говорю, честно, как это было. То есть ребята там с эконома, там, не знаю, какие-нибудь банкиры, а это всегда были такие блистательные ребята, альфа и так далее. Вот опять субъективный очень средств. И тут бам! Появился интернет, появилась возможность. И люди, раньше не имевшие шанса на успех. Ну, то есть, если только ты не стал великим ученым, ну, либо среднего уровня ученого, пишешь статьи, получаешь признание и так далее. Такой очень научный путь и как бы без доступа к большой аудитории. Ты мог быть известен в научных... Сколько... Как в широкой общественности стало звучать имя Хокинга? Да блин, не так давно. Хотя он великий человек и знали его, наверное, ну, люди как бы внутри комьюнити, грантодатели на всяких ивентах. Ну, все. Всемирно известен для обывателя. Вот просто сейчас поймай на улице там в центре города большого кого-нибудь. Знаешь Хокинга? Ну, что пудово, что-то там есть. Какие-то там битые информации в голове. Хотя бы слышал это имя. Почему? Потому что вот интернет это все сорсит. Получается так, что это возможность для людей, которых раньше не было шанса в широком смысле получить возможность вырасти за счет как бы капитализации на чужих знаний. И когда этот процесс происходит, что-то там ломается и у них возникает на голове корона. И это очень частая история. Просто я лично как бы как человек, который вот чувствует какую-то вот, знаешь, вот эту динамику изменений, когда чувствует, что ты пытаешься как бы вот именно это мне продать в зашиты в слой твоего информационного сообщения. Смотри, если говорить про чужие и не чужие знания, то вся человеческая культура построена на том, что мы усваиваем чужие знания. Естественно. Но ты как бы это признаешь, и ты как бы хамбл, ты как бы, это не мое. Я прикоснулся к этому. Я тебе говорю, что тот же самый Стивен Пинкер, когда он и делает свои научные изыскания, когда он пишет свою литературу, 99% того, что он пишет, это знания других людей, на которых он там ссылается. То есть он берет других умных дядей и тетей из той или иной сферы, там вот социологии, психологии, лингвистики, какой угодно еще сферы, и изучает, что они там по этому поводу думают, и из этого делает компиляцию. То есть фактически в этом плане научные журналисты, они это делают немножко на другом уровне, но занимаются ровно тем же самым. То есть мы все перевариваем чужие знания, добавляем туда микроскопическую частичку чего-то своего и получаем вот это вот свое новое знание. И вся человеческая культура так основана. Подожди, новое знание? Вот он переварив чужое создал новое знание. А журналисты не создают нового знания, они его адаптируют до понимания приматов. А как мы определяем, когда знание новое, когда знание не новое? Кто это решает? Какие критерии у нас? Ну, смотри, вот мне кажется, критерий такой, что сейчас берем обывателей, для них все может быть новое. Все, что происходит в лаборатории, у тебя, может быть, 90%, 100% все новое. Но новое, это, вот есть какой-то вот это, мне кажется, группа людей, которые занимаются той или иной проблематикой. И если внутри вот этой группы людей, которые там десятилетиями занимаются на что-то, появилось что-то новое для вот этого закрытого комьюнити, это новое. То, что потом это сошло туда, это уже... Появилось это новое знание. Вот это новое знание появилось и лежит внутри этого комьюнити. Что мы будем с этим делать? Ну, там найдут, что с этим делать. Вот у нас есть... Биофарма там... Нет, есть 20 человек, 20 человек, которые знают новое знание. Знают, что, например, есть вот такой-то процесс в мозге, который влияет на развитие опухоли, да, например, и что если мы его восстановим, то есть некоторый шанс, что эта опухоль может остановиться. И вот эти 20 человек это знают. И что из этого происходит? что нам с этим делать? Они вообще-то не занимаются фармой. Они не занимаются непосредственно фармой. Ой, там эти представители фарма, они там с утра до вечера их караулят, чтобы только что-то какое-то там, они бы что-то бы оттуда подцепить, чтобы очередную какую-нибудь вакцину сделать. Ну, и дальше получается, смотри, что если речь идет о том, что у нас нет некоторой инфраструктуры, в которой должны быть задействованы люди, распространение этих знаний, то, собственно, повезло вот этим ребятам, если рядом с ним ошивается чувак из фарма, у которых как раз вот в этот момент есть бюджет на то, чтобы начать разрабатывать такое вещество. А если это знание распространилось на весь мир, то все фармкомпании могут, во-первых, одновременно этим заняться и могут, например, появиться какие-нибудь ребята, которые скажут, а почему обязательно фарма? А давайте мы попробуем, не знаю, там какие-нибудь вирусные частицы генетические сделать, которые будут там биотех или какие-нибудь, а мы давайте попробуем посмотреть, как какие-нибудь проникающие излучения влияют на этот процесс, может, мы опухоль можем излучать, и она не будет расти. У нас появляется куча народу, которая про это исследование узнала, возможно, благодаря как раз этим самым научным журналистам, и которые дальше это знание переводят в технологию, переводят в то, ради чего эти исследования финансируются. И на самом деле история такая, что для начала нам нужно, чтобы как можно больше людей узнало о том, что в принципе существует вот такое направление исследований, и в нем что-то такое интересное происходит. Дальше те ребята, которым это действительно нужно для того, чтобы разрабатывать эту технологию, они пойдут к тем самым ребятам, которые изначально, первоначально владеют этим зданием. Они почитают их статьи, они с ними проконсультируются. Но если вот эти журналисты не будут выполнять эту работу по перемешиванию этого информационного бульона, мы получим очень много замкнутых как бы таких пузырей с информацией, которая не будет Я против этой научной журналистики. Сейчас просто может быть неправильно меня услышал. Я за всеми руками. Вопрос мне интересный. Человеческий фактор. Я тут пытаюсь фокус своего внимания сместить на то, как подключение к определенному как бы флоу, который может сорсить какие-то бенефиты, влияет на человека. То есть я смотрю, представь себе, есть некие психотипы. Есть люди устойчивые к славе и знаменитости. Ну как бы, я не знаю, видимо, это какой-то... Никто. Блин, поверь мне, есть. Я могу сказать, что, наверное... Не, ну смотри, история такая, что по-настоящему устойчивые к славе люди, это, пожалуй, люди с расстройствами аутистического спектра. Просто потому, что это люди, у которых плохо все совсем с эмоциальным новодействием. Дальше вопрос в том, что у тебя эта черта может быть сильнее или слабее раз где-то раз, и она может быть закрыта какими-то еще вещами. Например, человек, который уверен в том, что слава и знаменитость это не безопасность, может не стремиться к славе не потому, что ему не нравится слава, а потому, что ему гораздо ценнее его безопасность. Но в целом все люди, им как-то... У них центр удовольствия урчат, когда они добиваются статуса, если это им ничего не стоит. То есть мы все социальные животные, и статус для нас это плюшки. И все хотят статус. Другое дело, что у разных людей представление о том, что такое статус и где его статус, и что он воспринимает как вот это вот дофаминчик там или какой-нибудь еще в центре удовольствия, очень сильно отличается в зависимости от того, чем человек занимается и как он вообще видит в себе мир. Вот это вот. И теперь представь себе, вот это сейчас держит вот эту классную мысль у себя в голове. Теперь представь себе, что ты жила 25-30 лет, не имея этого удовольствия. И как бы никто на тебя не обращал внимания. И ты всегда была серой мышью, никому не нужной. Не было ни мужчин, с другой стороны, не было ни женщин, было какое-то комьюнити, очень умных людей. Никто на тебя не обращал внимания, никто не просил у тебя автограф, никто не писал комментарии к твоим книгам. То есть тебя как будто бы не было. И тут бам! Интернет, и если ты классный... Ну не, ну это постепенный процесс. Смотри, ты рисуешь сферическую лошадь в вакууме, да? Ты рисуешь такого Рэмбо, который вот, значит, был простым сельским мальчиком, да, дурачком. И вот он, значит, решил, что он займется боксом. Подожди, почему? Нет, 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 никакой не сельский, никакой не мальчик. Ты видишь, как он бегает. Ну, ты, в принципе, рисуешь историю Голливуда, да, где у нас в течение часа двадцати... Да ну не часа, это процесс, но когда... Типа гадского утенка. Нет, это не за один день. Это процесс, который... Да, 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 окей. Это не за один день. Вся история с приобретением влияния и зарабатыванием статуса, это, собственно, та история, которая происходит у людей в течение всей их жизни. Да, вначале они зарабатывают себе статус, я не знаю, там, хорошего мальчика, успешные, там, типа ученицы, там, типа сообразительного, одаренного студента, да, то есть это тоже статусы. У нас вся эта штука, она на самом деле сегментирована на кучу маленьких таких незамкнутых, но групп, внутри которых ты, например, сначала, там, я не знаю, выиграла соревнования по карате в своем классе, потом в своей школе, потом в, там, не знаю... Слушай, ты так хорошо перепрыгнула с науки на карате, карате, ты еще ладно, тебе хоть какой-то могли бы... В науке, в науке та же самая история, смотри, в науке та же самая история, ты пошел, ты студент, ты пошел в лабораторию, да, ты там чем-то позанимался, если у тебя хорошо получается, ты выступил на каком-то студенческой конференции в своем университете, потом ты написал какую-нибудь статью и поучаствовал в какой-нибудь своей городской конференции. Ну и кто там на этих конференциях были? Я тебе про это и говорю, что там были как раз-таки люди, которые альфами никогда не были. Вот представь себе, там, не знаю, классический какой-нибудь там, овелик скул, и значит есть... Нет, это же овелик нет. А зачем ты быть альфой? Погоди, окей. Подожди. Давай, я расскажу. Люди... Смотри, вот тут очень важный момент. Никто... Не значит мне надо. Это как будто бы вот то, что ты описываешь. Люди стремятся к чему-то, вот к этому дофамину. То есть есть те, они смотрят на людей, которые, представь себе, ты умная, ну там, умница, замечательная, выигрываешь какие-то там постоянно на Олимпиадах, каких-то конференциях, не знаю, там постоянно, как бы ты, тобой дорожат на твоей кафедре и профессор видит в тебе будущее. Он готов тебе передать твою эстафетную палочку. И ты внутри... Не ты, некий кто-то другой. Не знаю, в каком-нибудь там классическом вузе, там, не знаю, МГУ, там, не знаю, Гарвард, еще что-то. И значит, ты там есть какие-то вообще далекие от науки люди, но вокруг них там, они центры внимания, там, мужики, там, вокруг них классные телочки, красные телочки, вокруг них красные мужики. И ты говоришь, блин, ну, все равно люди есть люди. И если мужчина или женщина, они хотят внимания, не связанного только с тем, что кто-то, кто способен понять глубину твоего представления о мозге, вот этого фрактального языка и все остальное, которое трепещет от того, что, блин, Елена, какая ты умная, и у него от этого привстает, остальные смотрят, тебя просто не видят. И тут, бам, когда появляется вот этот, как бы, гэп, когда ты из только комьюнити, которые способны тебя воспринимать как светоч какой-то, теперь на тебя обращают внимание только потому, что ты в свете софитов, и как бы ты, у тебя вот этот рейтинг твоей, не просто научной цитируемости, а твое, как бы, фокус внимания к тебе, как бы, приближен, а все хотят быть с известными людьми. Какого хрена там Хокинга, он вообще, с ним все хотели поговорить, селебритизм, Леди Гага, какого хрена Леди Гага и Хокинга, о чем Хокингу разговаривать с Леди Гагой, ну вообще, ну ты же понимаешь себя, но она хотела к нему коснуться. Ну почему, почему, а почему, собственно, ты считаешь, что Хокингу не о чем разговаривать с Леди Гагой? Не, ну Хокин, подожди, вот представь себе, что мы понижаем на эквалайзере вообще всю эту историю, вот, если бы Хокинг не был бы Хокингом, а просто был больным человеком, у которого есть какие-то мысли в голове, там, про физику, там, не знаю, там, то, какие-то теории, то Леди Гага с ее масштабом, ее вот этой селебритности, ну, вряд ли бы с ним как-то соединилась, но сам факт того, что, как бы, научная, вот эта научная коммуникация, научный, вот какой-то вот этот бабл, который вышел за пределы скрытого комьюнити, сделал его легендарной личностью, и сам факт того, что просто находиться с ним, потом можно, как бы, этим хвастаться, там, какую-то фотку сделать, и я не знаю, действительно, чем Леди Гага увлекается, там, может быть, он действительно квантовой физикой занимается по вечерам, вот, но смысл то, что это стало возможным, и, как бы, видя такие примеры, как бы, понимаешь, вот это эволюционно, теперь я могу из своего закрытого комьюнити стать привлекательным для внимания людей, с которыми раньше бы на меня никогда внимания не обратили, и вот, когда появляется внимание за пределами этого комьюнити, с людьми что-то происходит, как бы, челк, вот, как бы, пам, и что-то ломается, как будто бы, и я вот это, как будто бы, наблюдаю, хотя я могу, это фантазировать сейчас какую-то ерунду. Ну, смотри, история такая, что сам по себе статус, это довольно приятная штука, да, и статус, по большому счету, определяет мертвое влияние на мир, да, то есть, ты можешь что-то такое сказать, и к этому люди прислушиваются, потому что, и твое мнение для них представляет какое-то значение, да, то есть, вот, имеет какое-то значение, тебе кажется, что это что-то, к чему надо прислушивать. При этом, я бы не сказала, что у нас много есть ученых, которых можно сравнить по популярности даже с очень заштатными рок-звездами. Очень мало таких людей. На самом деле, если прикинуть, сколько, ну, скажем так, стандартный человек, ну, стандартный, не стандартный, мы берем просто человека с высшим образованием из крупного города и просим его назвать, каких он знает ученых, а потом просим назвать, каких он знает, например, актеров и каких он знает певцов. Выясняется, что количество певцов и актеров, которых он знает, это на порядке выше, чем имен ученых, которых он в состоянии назвать. И получается, что действительно сейчас в нынешнем мире быть Леди Гагой, это, во-первых, у тебя, если ты не Леди Гага, где-то пониже. Леди Гага от науки. Не, вопрос от науки вообще, понимаешь, наука – это такая вещь, в которой люди, на самом деле, редко когда видят для себя такие плюшки, чтобы прям следить за учеными. Это очень специализированная, очень такая деятельность, очень далекая от человеческой повседневной жизни, на самом деле. Было. Ты не чувствуешь, что так было. А теперь, когда все начинают из себя корчить умников, когда в Small Talk ты обязательно должен говорить про AI, блокчейн, нейросайенс, нейроинтерфейсы и бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Никому ты не должен. Не, на самом деле, ты находишься, мне кажется, в информационном пузыре, в котором есть какое-то количество людей, которым это интересно. При этом есть ощущение, что существует рядом еще несколько информационных пузырей, для которых вот этот весь AI, блокчейн и прочее совершенно не имеет никакого значения, а при этом они, например, говорят про какие-нибудь ретриты где-нибудь и на Бали. И там обязательно они обсуждают и все остальное, понимаешь? Вот как бы, я не знаю, может быть, я очень баяс, может быть, я в пузыре, но в силу того, что я очень много разных пузырей трогаю, там есть ощущение, что вот как бы твой текущий статус как личности, вот скажем так, ты сказал, что для всех имеет дело как статус. Раньше, в период, как бы, там постсоветский, власть принадлежала людям, ну, как бы, вот такой альфа, это было среди мужчин, значит, богатый, сильный, властный, теперь умный, влиятельный через инфлюенс, не как влиятельный за счет коррупционных связей, а именно вот как бы, такой как бы светоч, вот как бы во всех отношениях. И поэтому бенчмарк как будто бы сместился, теперь ты, значит, просветленный, там, медитируешь, знаешь, у тебя такая широкая палитра интересов, и ты, значит, как бы там еще в правильном питании, и обязательно тут все это. И вот ты, как бы, для того, чтобы соответствовать этому бенчмарку, должен иметь вот этот необходимый, условно, такой кандидатский минимум. Из пласта информации, который где взять? У тебя свой бизнес, у тебя, возможно, семья, работа. Ты подключаешься к таким, как раз таки, популяризаторам науки, научным журналистам, которые в сжатой форме начинают тебе сорсить просто какой-то, такой, весьма неглубокий для меня, как потребителя, возможно, глубоко с точки зрения проблематики, но я выхватываю от этого какие-то теги. Тэн-тэн-тэн-тэн там, что-то тут с этим связал и накидал. И поэтому появляется спрос на это. Потому что каждый день что-то в мире новое происходит. Представь себе, ты пришла в какой-нибудь комьюнити, сейчас же еще, нетворкинг, что там они делают на нетворке, кстати. Они вот там приходят и своими интеллектуальными писемами меряются, у кого чего там больше, кто что знает. О, ты это слышал? Нет, не слышал. Все как будто бы минус балл. И такой, как же так? Я не знал этого. Значит, вот он знал, он в этой внутри, внутренней иерархии встал на одну ступень к у меня, побежал быстренько слушать подкаст там с Сэмом Харрисом, не знаю, там с кем угодно, лишь бы в следующий раз прийти. Слушай, ну смотри, ты сейчас, ты сейчас, когда обо всем этом рассуждаешь, рассуждаешь об этом как будто бы в терминах игры с нулевой суммой, что у тебя есть какая-то вот такая лестница, знаешь, такой экскалатор, где на каждой ступенечке стоит только один человек, да, и что, в общем, ну, там много может стоять. Сколько-то, да, мало. Ну вот смотри, и условно говоря, когда у тебя происходит нетворкинг, да, вот пришло там типа 10 человек, и ты сразу начинаешь умерять на какой из 10 ступенечек, которые вот внутри этой нетворкинга на 10 человек, и ты будешь стоять, да, ты будешь стоять на первый, на десятый, на шестой, и что тебе нужно сделать, чтобы не играть на второй. Мне вообще пофиг, я в самом пустое внизу стою еще и в подвале вообще. Я смотрю, как люди себя ведут, понимаешь? Я наблюдаю за тем, как ведут себя люди. Но ты, погоди, смотри, люди ведут себя очень по-разному, и ты можешь из одного и того же поведения, в зависимости от того, из какой линзы ты на них смотришь, делают совершенно разные выводы, да, то есть, например, когда ты говоришь про нетворкинг, кто, какой статус занимает, а я смотрю на нетворкинг, кто в итоге, каким количеством связей и формальных, неформальных обрастет. Да, то есть я приду, кто обрастет, на твой взгляд, большим количеством связей, если есть какой-то комьюнити, есть какой-то вот говорящий, который типа... Это очень сильно зависит от того, какие там люди, да, но я, например, вполне могу допустить, что в итоге обрастет не человек, который будет, значит, вещать с кафедры про то, какие достижения у научных журналистов сейчас есть, пусть и скажут, блин, ты что-то какой-то... Как будто бы ты слишком заумный для нас и пытаешься объяснить нам, что мы глупые. А рядом, не знаю, будет какой-нибудь там чувак душа компании или какая-нибудь девочка-красотка, которая вообще ничего не знает. Но просто, блин, у нее такие стройные ножки, у нее такая улыбка просто, белозубая в 32 зуба. И она так вообще классно смеется шуточком, что все вокруг нее просто будут млеять и таять. И вот она окажется в бездой вечера. Елена, ты заблуждаешься офигеть. И вот как раз таки, представляешь себе, вот раньше бы так и было. Раньше бы все бы забили на всяких там бурчащих ученых с их идеями, и все бы внимание было приковано вот как раз таки к той дамочке. Сейчас эта дамочка стоит и думает, блин, какого хрена, что вообще происходит. На меня никто не обращает внимания. Мне девушки, вот эти психологи из Инстаграма, которые как бы непонятно вообще, чем они там, чем они занимаются, и говорят, ко мне приходят красавицы. Говорят, у нас секса нету. У нас нету секса. У меня, говорит, мужик, он вместо того, чтобы со мной трахаться, он подкасты смотрит, он какие-то книги читает, он еще что-то. У нас вообще какие-то разговоры, понятно, о чем происходит. Как раз таки и есть. Теперь как будто бы вот эта вот система ценностного обмена, почему? Потому что другие люди теперь, в системе ценностного обмена есть как бы необходимый доступ, как бы, что ты мне дашь. Вот я на тебя смотрю, и как бы вот в этом рамках нетворкинга, это было всегда. Люди смотрят не на тебя, кто ты, как ты выглядишь, ну, понятно, тоже смотрят, но я имею в виду, они смотрят, что ты мне можешь дать. И в зависимости, если у нас возникает система ценностного обмена, когда ты мне, я тебе, у нас возникает какая-то более-менее связь. И так формируется нетворк. Если ты мне можешь дать просто стройные ноги, ну... Слушай, ну это зависит от того, что тебе конкретно в данный момент нужно, да, потому что у разных людей в разные моменты их жизни разные потребности. Я тебя уверяю, что до того момента, пока у человека появился какой-то свой партнер, если в принципе он, конечно, заинтересован в том, чтобы у него появился партнер, он оценивает других людей по физическим качествам привлекательности. Если взять каких-нибудь, например, студентов-старшекурсников, ну, в зависимости от того, как в каждом обществе, в какой момент складываются пары. Но там, опять-таки, студенты, они часто очень смотрят на, с одной стороны, привлекательность, и твою эрудицию воспринимают как еще один фактор о том, а можно ли будет с тобой о чем-нибудь поговорить, там, типа, если мы с тобой будем вместе. Но если ты при этом потрясающе эрудированный, но, не знаю, с кривыми зубами и прыщами, шансы того, что вокруг тебя соберется большое комьюнити людей, которые будут тебя вынимать. Смотри на Асю Казанцеву. Слушай, ну, она прекрасная девчонка. Ладно. Нет, ну, она не явно, если сравнивать ее с моделями, то она, как бы, вообще далека от этого спектра. Но она вокруг себя как-то организовала это комьюнити людей, которые еще ее и защищают. ты только скажи, что они так, они тебя загрызут. Я сейчас привожу очень крайние примеры, да, но тем не менее, все зависит от того, какая у тебя сейчас потребность. Да, в тот момент, когда я, у меня есть незакрытая потребность в том, чтобы найти себе мужика, я смотрю на мужиков не в плане того, чего они знают, а, например, в плане того, как я бы смогла бы с ними построить свою личную жизнь и дальше зависит от того, о чем мне надо. Может быть, мне нужно денег, и тогда я смотрю, а кто из них мной заинтересован и хорошо зарабатывает. А может быть, денег мне не нужна, мне нужна как бы независимость, да, и я тогда смотрю, как эти мужики относятся к тому, что ты вот их как-то там подначиваешь и провоцируешь. А может, мне что-то еще надо в этой жизни, да, то есть каждый выбирает себе какого-то партнера. Дальше эта потребность закрылась, да, например. Вот у меня появился свой там партнер, у мужиков там появились какие-то свои там девушки-жены, все вот эту потребность закрыли. Дальше начинается, например, вопрос поисков работы. Это другая потребность. И весь нетворк начинает работать вокруг того, кто чем занимается, у кого какие есть вакансии, какие прошел обучающие профессиональные курсы с тем, чтобы повысить свою привлекательность на рынке. Если ты нашел уже свою работу, то дальше у тебя возникает следующая потребность. И она может быть очень разной в зависимости от того, на какой жизненный этапе ты находишься. Но мне кажется, что потребность в том, чтобы понимать, как устроен мир вокруг и чтобы улучшать свое качество жизни, она возникает ровно в тот момент, когда все вот эти базовые потребности закрыты. Я согласен с тобой, что если тебе неча жрать, и ты вообще на грани уничтожения находишься, тогда, наверное, ты вряд ли будешь думать о какой-нибудь там экзистенции, там, не знаю, биологии. Ну, это понятно. Но мы же сейчас... Окей, я согласен, что я сейчас опять черепикингом занимаюсь, что есть большой пласт людей, а их 99%, которые сейчас очень плохо живут, и у них как бы другие совершенно проблемы. Возможно, я просто как бы не смотр... Знаешь, честно тебе скажу, вот даже бывает так, вот у меня есть друзья, там, знаешь, как бы из Квинса, Бронкса, черные парни. Ну, то есть они вообще школу даже не закончили. Но я слышу в их разговорах тоже какие-то вещи там про науку, еще... Я, наверное, смотрю, слушай, ты сейчас... Как бы что-то у меня в голове сейчас щелкает, чуть инсульт не случился от того, что я как бы... Режет слух. И как бы это все равно, так или иначе, в силу массовости. То есть, посмотри, как бы информационная среда, она как будто бы пропитана всем этим. То есть, да, много всякого будущего. Это всяких там, не знаю, видео, там, где лижут унитазы. В общем, какой-то такой типичный, какой-то блевотина вообще никому не нужная. Но там все равно в силу как бы некого выстраивания такой как бы пирамиды, бенчмарковости, ты все равно так или иначе, даже люди, которые там, в общем, далеки отнуки, начинают что-то транслировать, чтобы как бы блеснуть умом. Но ты не видишь, что ли, что теперь это элемент как бы из... как бы вот условно какого-то раньше такого великосветского комьюнити, где ты как бы must have иметь хорошее там классическое образование, там несколько... Это начинает постепенно двигаться в сторону людей даже с незакрытыми потребностями, которые тоже так или иначе как бы видят и навязываются, я не знаю, навязываются, либо так оно есть. Они тебе говорят, вот смотри, ты там внизу в болоте, вот тебе веревка. Через эту веревку ты сможешь вылезти наверх. И научные как бы коммуникаторы, они тебе говорят, слушай нас, слушай нас, возможно, ты найдешь из этого болота выход. И вот тут чуть-чуть, я чувствую, какая-то инфоцыганство начинается. Нет, инфоцыганство, оно в принципе свойственно людям. Люди распространяют информацию и в целом пытаются какую-то выгоду получить для себя на этом самом обмене информацией. Всегда. Неважно, ты получаешь ее или не получаешь. При этом у тебя, по большому счету, в 20 веке, ну, так, возьмем вот 20 век, можно даже 19-20 век, параллельно шло закрытие вот этих базовых потребностей, то есть людей, которые уходили с грани выживания с тем, что я не знаю, буду ли я жив завтра, на формат все у меня в целом неплохо и я могу уже заняться не просто выживанием, а улучшением своих жизненных условий, оно увеличивалось. То есть все больше людей не боялись, да, там, помереть от холеры, от того, что им будет нечего есть, от еще какой-нибудь, не знаю, несчастного случая, нападения там какой-нибудь банды, которая у тебя в районе. То есть мир становился безопаснее и одновременно в нем появлялись какие-то технологии, которые позволяли делать жизнь лучше. И этот процесс был во многом связан с тем, что появился новый способ добывания знаний. Этот способ добывания знаний научный. То есть когда мы, то есть там, не знаю, тысячу лет назад, когда у людей что-то происходило, они шли к священнику, да, там, две тысячи лет назад, они шли к шаману. А сейчас они идут к ученым. Ну, то есть в зависимости от того, там, тот лукап, да, летит метеорит. Ну, то есть там как бы ученые, да, они как-то пытаются этот вопрос решить, да, пандемия ковида. И, значит, все бегут к коммунологам, вирусологам, значит, давайте, чуваки, вот что-нибудь нам решать. Глобальное потепление климата. Да, мы не бежим к шаманам и к священникам на тему того, что, типа, давайте проведем молебен или там какой-нибудь ритуал по снижению температуры, да, глобальной на Земле. Мы пытаемся работать с какой-то новым инструментом. Почему? Почему теперь не шаман и священник, а почему теперь мы бежим к ученым с этим вопросом? Хороший вопрос. Почему? Ну, вот это замечательный вопрос. Почему? Потому что сформирована проблематика, которая теперь как новая религия, зеленая религия. Там есть определенный культ, там есть люди, которые готовы тебя сожрать, они будут брыжить слюной, если ты будешь говорить, что нифига. Ты рассматриваешь всю ситуацию как социолог науки, да, как человек, которому интересно, что там происходит между учеными. А я тебе дам сейчас другую немножко рамку. Давай, давай. Смотри, я утверждаю, что несмотря на все, что происходит в науке, несмотря на то, что там есть свои ритуалы, свои разборки и прочее, наука как область, как, точнее, инструмент получения знаний наиболее эффективна. Естественно. Единственное, что эффективна. Да, она дает тебе такие инструменты и такой способ описания мира, который, с одной стороны, ни на одном из этапов не говорит, мы познали истину. В отличие от шаманов и в отличие от священников. Стоп, 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 подожди, 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 подожди. Ты спрашиваешь шамана, как устроен мир, и он тебе рассказывает про черепаху и слонов, он тебе расскажет про какого-нибудь бога, который разбросал кости каких-нибудь животных, из них получились острова или леса, или неважно что. Ты сейчас сама себя ведешь в тупик. Подожди, подожди. Сейчас, давай, дай я закончу. Давай, давай. Да, то есть у нас есть какая-то картина мира, которая вот, ну, он тебе очень уверенно рассказывает эту картину мира, и при этом из этой картины мира он не может на самом деле вывести достоверное влияние, которое позволит решить тебе проблему. Он может делать молебен какой-нибудь, и, возможно, тебе поможет, но, может быть, и нет, и он тогда объяснит это какими-нибудь там злыми духами, например, да. С священниками то же самое. У тебя есть картина мира, в нем там, я не знаю, есть ветхозаветная версия, есть более, так сказать, приспособленная к современному миру версия, в котором бог это не там мужик на облаке, да, а какая-то вот просто сущность, которая там что-то направляет. Но в любом случае, если брать вот эту вот религиозную картину мира, она не очень помогает тебе вылечить рак или там подбедить пандемию ковида. А есть наука. Каждый раз она тебе говорит, что на самом деле мы еще многого не знаем. И вообще у нас все описание мира, оно такое немножко вероятностное, гипотетическое. Но при этом оно все время обновляется. То есть каждый раз точность каких-то из наших описаний и уверенность наша в том или ином процессе, она все увеличивается, увеличивается. И в целом мы легко отказываемся от каких-то кусков картины мира, не боремся за них, если они подтвердились, если они не мэтчатся. Нелегко. В этом-то и проблематика, что нелегко. Если ты всю жизнь лежала в парадигме, что пирамиды появились четыре с половиной тысяч лет назад, а теперь там Грэхом какой-то там короче там еще, они как бы рисуют альтернативную версию и их называют представителями судо-сайенс, но каждым годом, а он уже десятилетия этим занимается все больше и больше доказательств, а ты держишься, потому что у тебя все твои статьи, все твоя репутация, все-все-все построено только на то, вот этой вот линии какой-то временной, то тебе отказаться очень сложно. А если ты уже ангажирован крупным комьюнити, крупным грантодателем, вот в этом ты сейчас совершенно правильно сказала, вот представь себе, что мы когда-то с учетом малого накопления знаний, те, кто говорил о том, что мир стоит на трех черепахах, это было как бы фронт-энд науки. Сейчас мы в другом... Это была не наука, это была не наука, это был шуманизм. Это предтечи. Это был шуманизм. Подожди, но как бы все, то есть ты хочешь сказать, что, что вот это все как бы наблюд... Это же как бы... Это же как бы называется? Смотри, картина мира бывает разной. Бывает картина мира религиозная. Это картина мира. Да, но она постепенно трансформировалась. Это как, знаешь, как это называется, которая занимается... Параллельный гей? Которая заблюдение... Натурализм. Это просто... Я смотрю на небо, я вижу там какие-то звезды, говорю, о, это звезда, это богиня, ба-ба-ба. Передал это своему сыну, сын рассказал внуку, внук там уже... Папа, какие нахер богини, ты же гонишь? И вот отсюда началось следующий этап, когда уже на это смотрели как на небесное тело. Появился кто-то, кто стал обращать зависимость этого всего. Вопрос даже не в словаре, да, вопрос не в том, как мы называем там, какие-нибудь созвездия, да, там мы называем там это галактиками или это мы называем божествами, да, вопрос даже не в названиях, не в терминах, а вопрос в картине мира, как в некотором способе взаимодействия с этим миром, да, и тем, какие конкретные силы могут воздействовать и как я могу использовать эти силы для того, чтобы получать какую-то выгоду. Вот. Религиозная картина мира... Шаманы думают, что они выгоду не получали, еще какую? Нет, они получали... Я говорю, что разные картины мира отличаются тем, как именно мы взаимодействуем с этим миром и через кого и каким образом мы получаем выгоду. Вот в любой религиозной картины мира, а вот шаманизм и там, условно, христианство и многие другие религии, это все религиозные картины мира, у тебя есть мир высших сил, у которых есть свои какие-то намерения, какие-то свои желания и цели, и есть некоторые переговорщики. И для того, чтобы как-то повлиять на эти высшие силы, тебе нужно, значит, задобрить некоторого переговорщика, и он там что-то сделает, да, там, бубен побьет, кадилом помашет, что-то еще такое сделает, что, по его утверждениям, должно как-то намерение этих или цели этих там божеств или этого божества каким-то образом, значит, изменить. Вот. И у тебя есть некоторые посредние, которые получают выгоду, есть ты, которые получают выгоду в том плане, что тебе спокойно, да, то есть у тебя есть ощущение контроля какого-то на ситуации, и даже если у тебя этого контроля нет, ты все равно понимаешь, что у тебя есть некоторая определенность, что вот есть где-то там на небе, не знаю, какое-то существо, которое будет решать, жить твоему ребенку или умереть. Если ему там умереть, то, наверное, это вот на все воли его и там что-нибудь такое, либо за грехи, либо это вот как бы что-то там... Ну, то есть, я не знаю, не могу сказать, что я очень глубоко поглядена в религию, какие-то там есть объяснения. И у тебя есть вот это понимание, у тебя есть ощущение контроля и понимания того, что вокруг происходит. Да, но альтернатива в тот момент у тебя есть? Дальше у тебя параллельно религиозные какие-то... В тот момент у тебя альтернатива есть? Это сейчас у тебя есть альтернатива. Ну, возьмем-то вот глубокое... Зависит от того, какая ситуация. Всю жизнь... Ну, то есть, в какой-то момент, смотри, у тебя, например, шаман был одновременно и знахарем, да, он одновременно мог и какими-нибудь травками тебя покормить и там бубенком. Правильно, но он изначально туда пришел. Это как бы эволюция, появление знахаря, это эволюция вот этого пьюр-шаманизма, вообще ни с чем не связано. Потому что ему говорят, слушай, чувак, ну ты гонишь? И он должен стал искать методы, скольких людей он убил, прежде чем понял, что эта травка позволяет чуть-чуть снизить жар. Смотри, у тебя есть какие-то знания, которые передаются, да, и они накапливаются, да, и есть некоторые моменты обучения. При этом, когда у тебя общество становится достаточно сложным, у тебя происходит некоторое разделение обязанностей, да, у тебя есть отдельно священники, которые там занимаются молебными и вопросами души, и отдельно появляются знахари, которые по большому счету не занимаются вопросами души. Да, но все началось от шаманизма, вот в чистом виде, и потом произведение на разные ветви. Нам очень сложно сказать, откуда все началось, потому что мы сейчас видим какие-то современные первобытные, более-менее первобытные общества, но они, во-первых, все довольно разнообразные, и у них немножко разные схемы. Почти всегда есть люди, которые знают чуть больше про этот мир и которые там как-то обучают каких-то своих учеников и передают это знание. При этом, ну опять-таки, я не социолог, не антрополог, у меня есть ощущение, что необязательная история в том, что у тебя должно быть шаманы, да, может у тебя быть какие-то старейшины, например, у которых как бы очень смешанные функции, да. В любом случае, у тебя есть некоторые знания на мир, и часть из них постепенно переходит в некоторые достаточно, скажем, определенные представления, да. Например, если я хочу убить врага, то вот эту ягодку или вот эту вот лягушку мне надо, значит, схватить аккуратно, не руками, а чем-то еще натереть, а наконечник стрелы ее там слизью или соком ягоды, и я точно знаю, что это убьет моего врага, если, значит, эта стрела, там, ему кожу поцарапит. В этот момент я уже не намаливаю наконечник стрелы, да, я не несу к шаману эту стрелу и скажу, вот чтобы, значит, она, давай ты наколдуешь или там намолишь, чтобы эта стрела поражала моих врагов. Нет, я делаю по-другому. Я иду в лес, хватаю эту лягушку или хватаю эту ягоду и натираю. В этот момент из тайного, неконтролируемого лично мною, а только через посредника знания, я получаю некоторый инструмент, который переходит в другую категорию. Категорию тех вещей, которым мне не нужны никакие высшие силы. И постепенно в мире все больше и больше вещей из вот этой вот магии и непонятности, в которой есть некоторый посредник, перетаскивалось в мир того, чего я понимаю, как работать без всяких божеств. И когда этот вот с другой стороны багаж моих инструментов стал достаточно большим, появляются какие-то другие люди, которые занимаются накоплением и изучением того, как эти инструменты работают и выведением некоторых общих правил о том, как это все работает. И дальше оказывается, что это, во-первых, оказывается очень эффективно, а во-вторых, вот эти вот области непознаваемого, они постепенно сокращаются. То есть они, судя по всему, ну не то чтобы, я не буду говорить слово «всегда», но они будут еще очень долго. То есть я как-то «всегда», «никогда» — это очень такие сильные слова. И постепенно наше вот представление о божественном, оно все больше скукоживается вот до этих микродырочек в ткани познания, которые у нас еще не закрыты. А вот эта вся, так сказать, подсвеченная, да, уже выявленная ткань сознания — это научный метод. Хорошо. Именно он позволяет эффективно работать. Вот теперь представим себе, что мы на фронт-энде находимся науке, где дальше никто не знает как. И есть люди, причем уже там светочи, там, не знаю, любого, назови, вуза, там, не знаю, какого-то научного центра, которые как бы являют миру гипотезы. И что? И какие-то идеи, которые пока еще не имеют какого-то, ну не знаю, там, доказательной базы, там, не проведено. Либо это как бы intention. Мы в будущем будем это делать. И теперь, и что? Я вот если вот касаться вот этих вот верхушек, да, здесь мы закрыли. Теперь мы не натираем, блин, не ходим к шаману, чтобы там вылечить, там, не знаю, какие-то болезни. Мы идем ко врачу, и он знает, что конкретно делать. Либо я сам знаю, что делать в каких-то более простых случаях. Но что касается того, что неизведано. Одни говорят одно. Вот вопрос примитивный — кофе. Кто-то говорит, что это полезно, причем там будут и легали, и докторские степени, и Гарвард, Ель, Принстон, все, что... И кто-то абсолютно противоположный, говорит, что это вообще полнейший бред, это яд, это вообще нужно сокращать и бла-бла-бла-бла. Где мне, жалкому примату, который вообще не понимает ни того, ни другого, и надеется только на науку, научных лидеров, коммуникаторов науки, которые то к одному лагерю принадлежат, то к другому, а кто к третьему, вообще как бы там какой-нибудь еще ересь альтернативная. Я-то как должен разобраться в этом? У меня нет шансов? Слушай, для начала я предлагаю тебе понять, что в твоем представлении должно быть пользой. То есть вот когда мы говорим в приложении о кофе, что ты называешь, собственно, пользой для себя? То есть какого эффекта ты хочешь добиться? Подожди, это не должно быть субъективно. У этого польза либо есть, либо ее нет. Погоди, погоди, смотри, вот история такая. Вот курение, да? Курение полезно или вредно? Очевидно, вредно. Почему ты так говоришь? Ну, потому что так написано, пачка сигарет. Нет, я сейчас шучу, но смысл, что есть, что если ты курильщик, наукой, медициной показано, что следствия для курения могут быть разные формы болезней. А теперь, смотри, история такая. Через 10 дней ты приговорен к смертной казни. Тебе очень плохо. В этот момент курить тебе полезно или вредно? Вообще бессмысленно. В смысле бессмысленно? Ну, потому что это бессмысленно. Знаешь, я курил. Нет, смотри, у курения? Чего не успокаивает? Чего не успокаивает? Неа. Я просто, что и про кофе, и про курение, я очень хорошо разбиралась, когда вот книжку писала как раз. Вот. И, собственно, там после вот всего, что связано с строением и работой мозга, есть несколько глав про то, что происходит, когда мы что-то делаем там. И последние три главы – это про алкоголь, кофе, сигарет. Как самые известные такие психостимуляторы. И вопрос вообще пользы и вреда во многом определяется тем, какого целевого состояния ты хочешь достичь. Правильно. Цена. Меня интересует цена. Достижение этого целевого состояния стоит столько-то для твоего здоровья. Точка. И я уже дальше прихожу в магазин и говорю, так, вот это наркотик. Классно. Смотри, ты говоришь про здоровье в рамках того, что ты собираешься прожить очень, например, долгую жизнь. Ты хочешь, например, дожить до 100 лет. И в этот момент ты говоришь о том, что вот конкретно вот эти и вот эти вещи сократят мою ожидаемую продолжительность жизни вот примерно вот настолько. Стоп, стоп, стоп. И я этого не хочу. Подожди, подожди. И тут очень важно. На вторую чашу весов сокращение жизни от стресса. И как бы во взаимосвязи между тем, что ты платишь условным раком легких, но не имеешь стресса и, возможно, ты не умрешь от инфаркта, потому что ты еще иногда гамбургеры ешь, что у тебя там система сердца и сосуды забитых холестеринными пляжками. И ты как бы вот на стыке всего этого выявляешь какой-то максимум, какая-то цена. Ты платишь за это условно вероятностью этих болезней, но не имеешь вероятности этих болезней. И ты взвешиваешь учетом предисположенности и так далее. Я тебя и спрашиваю. Через 10 дней у тебя смертная казнь. Тебе осталось жить 10 дней, и это не зависит от откурения. В этот момент вред откурения, как бы, он тебе важен? Да, но мне неинтересно в принципе курение. Нет, ты просто когда-то говоришь вообще о любой пользе, о любом вреде, ты говоришь о какой-то очень сферической штуке, в которой у людей нету цели, и где цена как бы есть как какая-то... Нет, ну давай возьмем что-то другое, потому что, допустим, мне неинтересно курение, потому что я там вообще ничего не выхватываю. Марихуану курить одно дело, понимаешь? Ну, смотри, кофе. Ну, смотри, кофе, да. Скажем так, в камере смертника тебе предлагают бесконечное количество бухла, чтобы ты эти 10 дней провел просто в забытье. Конечно, я буду бухать. Ну, вот, смотри, история в том, что польза или вред определяется тем целевым, как бы, состоянием, которого ты хочешь достигнуть. Да, ну ты обозначила ситуацию 10 дней, там вообще действительно пофиг, что я могу даже разбежаться и башкой об стенку долбануться и не дожить на эти 10 дней. Поэтому я к чему, собственно, привела этот экстремальный, опять-таки, пример? К тому, что понятия абстрактной пользы и абстрактного вреда не существует. У тебя всегда польза или вред определяется тем, что я хочу. Читать полезно, откуда я знаю, понимаешь? Может быть, я вообще, мало того, что всю свою жизнь проживу где-нибудь там в лесу, например, да, и чтение только испортит мне глаза, потому что в чтении там какая-нибудь только исключительно художественная литература в библиотеке, а мне нужно, значит, какой-то натурализм, вот, понять, где ядовитые ягоды, а где нет. А такой литературы у меня нет, например. Нет занятия, которое было бы полезно в принципе или вредно в принципе. Польза или вред определяется тем, от чего я, собственно, хочу достичь. Не, ну, пить хорошую чистую воду полезно или вредно? Смотри, тут мы говорим про гомиасказ организма. А мы говорим про очень... Ну, подожди, ты сейчас хочешь просто сказать, что сейчас как бы это все в зависимости от того, на что ты хочешь, если тебе полезнее это, то бери и ешь. Да, именно это я и хочу сказать. Более того, я тебе вот про пить воду полезно или вредно хочу рассказать про кейсик, когда женщина отравилась водой. Ну, я знаю, есть люди, которые умерли от того, что много воды пили. Я слышал все эти истории. Да, но в целом, если ты не занимаешься экстремумом... Смотри, чистая вода может стать смертельным ядом, если мы не знаем меры. И это тоже важно. Это не то, что это какой-то, что называется, демагогия. Это тоже про то, что у всего есть своя польза, свой вред, есть вопрос дозы и эффекта. Естественно. И в разных дозах мы достигаем разных эффектов раз. И два, нам очень важно, собственно, о чем мы хотим добиться. Если, предположим, человек хочет отравиться водой до смерти, в этот момент ему полезно пить этой воды 30 литров. Да, там, 20-16 кг. Я понимаю. Давай без вот этих экстремумов. Представь себе, вот такая выходит статья в любом научном издании, в котором мы закрываем вопрос раз и навсегда. И там все четко написано. Так, опять. Значит, количество кофеина... Мир не черно-белый. Подожди. Он может быть не черно-белый, но он может быть just enough. И он не двумерный. Подожди. Но вот есть понятие just enough. Вот скажем так, могу я коснуться чего-то, где мне внятно объяснили, где понятно, что есть различные особенности, генетические особенности, особенности твоей какой-то наследственности, и еще что-то, которое меняет картину, может быть, очень даже радикально. Но если говорим, что я вот прямо в этом посерединном полюсе, у меня нету каких-то дефектов, я обычный совершенно незаурядный человек. И вот если ты незаурядный человек, мне прямо так обращаются, ты незаурядный человек, у которого нету такого-то, такого-то, такого-то набора генетических как бы мутаций или там чего-то, каких-то там болезней, то тебе будет более полезно выпивать одну чашку кофе, которая там не просто чашка, чашка разная бывает, там 50 миллилитров кофе, который содержит 10 миллилитров кофеина, миллиграмм кофеина раз в день для того, чтобы ты мог чувствовать какой-то там памп или еще что-то, и вот такой у этого будет выраженный на протяжении десятилетий сайд-эффект, который, возможно, приведет вот к этому, и дальше уже сам решай, будешь ты заплатить эту цену, либо нет. И все. А не то, что… Другая статья, о котором одни говорят, что это приведет тебя к инфаркту, другие говорят, что это приведет тебя к долголетию, потому что там какие-то антиоксиданты и бла-бла-бла-бла-бла. А смотри, у тебя может одновременно увеличиваться риск инфаркта и снижаться риск заболевания всеми остальными заболеваниями, например. Вообще легко. То есть бывают такие, к сожалению, штуки, что, например, какое-то вещество или какая-то процедура, она плохо воздействует на какую-то одну систему организма, и из-за этого увеличивает шанс, что эта система выйдет из строя, и одновременно улучшает все остальные системы организма. Например, тот же самый кофе. Причем, смотри, история в том, что кофе на самом деле важен не только кофеин. То есть вот если ты употребляешь именно кофеин, то есть, например, кофеиносодержащие напитки или кофеин в виде таблеток, то ожидаемая продолжительность твоей жизни практически не растет. А вот если ты пьешь натуральный кофе, то растет. Потому что внутри кофе содержатся еще полифенолы различные. То есть там помимо кофеина есть много всяких других веществ, которые строгируют. Такая разредуцировала, увидела, что типа полифенолы, все, глад потух, решила переделать. Это да, это моя профдеформация. Не пытайся наоборот на меня ориентироваться. Говори, как ты думаешь. У тебя есть в любом случае натуральный кофе содержит огромное количество веществ. И в тех местах, где у тебя потребление фруктов и овощей не очень высокое, кофеин позволяет действительно немножко увеличивать продолжительность жизни, но при этом он увеличивает риск тахикардии и некоторых других состояний сердечно-сосудистой системы. То есть если у тебя проблемы с сердечком, то, возможно, кофе тебе будет прямо вреден. Но если у тебя сердце достаточно крепкое, то с высокой вероятностью в тех дозировках, которые указаны в больших обзорах, он чуть-чуть увеличит ожидаемую продолжительность твоей жизни. То есть про тебя конкретно ничего сказать нельзя, но нам на 100 тысяч человек, люди, из них 50 тысяч, например, пьют кофе, их продолжительность жизни будет в среднем длиннее, чем у тех 50 тысяч людей, например, которые кофе не пьют. Тогда представь себе, вот как бы, как быть человеком. Ну, то есть представь себе, что вот сейчас мы берем и такую проводим связь времен. Некий шаман, который говорит, что сейчас я там потрясу чем-то, какими-то там сожгу там какой-нибудь там священный там тотем, там, не знаю, нанесу на него какие-нибудь руны, и твой ребенок будет жить. Ну, не знаю, что-то произошло, у ребенка подключился иммунитет, там, не знаю, что-то, бам, ребенок выжил. Супер, все счастливы, блин, шаман помог. Теперь, другой шаман в другой деревне сделал плюс-минус, то же самое, ребенок умер. Блин, шаман не помог, связали все с судьбой, там, не знаю, там, покарали, там, тебя карма, не знаю, что там было в то время. Вот, и получается, один человек пьет кофе, а нет, дальше, следующий шаг. Приходит чувак в лес, я все следую твоей парадигме, значит, со стрелой, мажет ее какой-то ядом жабы, аккуратно все делает, стреляет в своего врага, враг умирает в муках. Другой чувак идет в лес, мажет ядом жабы, стреляет в другого чувака, то становится только сильнее, агрессивнее, забирает их всю деревню, насилует его жену, убивает детей. Потому что как сложилось, что яд этой жабы оказался для него каким-то там антибиотиком, не знаю, там, антиинфломаторий, там, какой-то еще что-то, а он как раз болел, и это его излечило. Также я пью кофеин, и как бы с вероятностью того, что я буду лучше жить, я оброживаю, и получается так, что несмотря на смену веков, времен, изменения науки, мы не приходим к консенсусу, и это все очень субъективно. Наука в целом, она подсвечивает многообразие субъективностей, но в целом не дает неправильного рецепта. Потому что мы все настолько разные, ну а что тогда делает наука? Наука, она пытается объяснить то, как работает мир, и делает это не за счет того, что она описывает наблюдаемые какие-то явления, а она сначала смотрит на какие-то наблюдаемые явления, потом у какого-то ученого появляется идея о том, чем это может быть связано. И дальше самая важная вещь, которая отличает научный метод от всего остального, это проверяемое и, точнее, фальсифицируемое предсказание. Я такая говорю, окей, мне кажется, что вот этой жабой смертельный яд, и я предсказываю, что те враги, в которых я попаду вот этим наконечником стрелы, они помрут. В тот момент, когда оказывается, что среди тысяч человек, 999 умерло, а один стал только сильнее, здоровее и прочее, она говорит, так, наше предверяемое предсказание, наше фальсифицируемое предсказание, оно очень сработало почти точно, но тут есть исключение, значит, наши знания не полны. Давайте думать про какие-то идеи относительно того, почему этот чувак не помер. А потом в идеале, ну это очень жестокий, очень утрированный эксперимент, мы предположим, что там будут дальше мышки, да, вот что вот, там у этого вот товарища, у него было вот такое-то состояние, которое дало ему иммунитет против этого яда. Давайте мы на мышках промоделируем это состояние и посмотрим, как на них будет действовать этот яд относительно контрольной группы. И в тот момент, когда мы покажем, что вот у тех мышек вот с этим состоянием от яда ничего не случилось, а остальные померли, мы такие, вот, в нашем научном методе появилось новое работающее объяснение, которое позволяет предсказывать действительность. Вопрос не в том, чтобы объяснить что-то постфактом, вопрос именно в том, чтобы мочь предсказать эффект. Я говорю, пользуйся вот этими вот веществами, пей вот этот вот кофе, и тогда в среднем я тебе прогнозирую вот в вашей группе, что у вас вот будут такие-то, такие-то эффекты. Хорошо, с этим согласен. И это можно делать только, да. Это у вас научный метод, это его главная сила, да. Теперь смотри, вот был проведено вот подобное исследование, да, вокруг этого сформировалась какая-то научная мысль, там все в этом академическом высоколобом сообществе согласились. Ну, скажем так, что пока это фронт-энды. Выпустили статьи, популяризаторы науки схватили, и все теперь говорят, типа, сейчас же все там, как бы, за здоровое питание, продолжительность жизни, это лонжевит, оно вообще не сходит. И все, бам, поехали, давайте там есть пищу, там, не знаю, все сели на кето. Все сидят на кето, там что-то делают. Ну, я сейчас кофе на кето, непонятно почему. Ну, в общем, и потом на протяжении, там, десяти лет люди сидящие, там, или десяти, там, пятнадцать, и вдруг потом, когда наука развивалась, и что-то происходило, выяснилось, слушайте, ребята, да кето это вообще так-то вредно оказалось. Потому что мы не учли что-то, что вот это, вот это, и тут бам. И те самые десять лет люди, которые вот были, как бы, не то чтобы, ну, хотели же добра, все хотели добра, но в конечном итоге получилось, что, как бы, добра, ну, не случилось. И сайд-эффекты, ограничение жизни, невозможность применить вакцину, которая продолжит тебе жизнь до двухсот лет, или там, до скольки, до ста, двадцати. Когда речь заходит о всяких вот рецептиках, то чаще всего это уже не совсем наука, это какие-то ребята, которые на основании каких-то научных знаний придумывают какие-то свои способы зарабатывать. И некоторые из них при этом для того, чтобы зарабатывать побольше, претендуют на то, что они ученые. При этом настоящие ученые, они редко когда говорят о том, что что-то прекрасно, до тех пор, пока у них нет в руках достаточно долгих, с хорошими, большими выборками людей, популяции, да, исследований, которые позволяют отсроченные эффекты оценить. Поэтому если взять любого нормального биомедицинского ученого, то он скажет, что, ребята, пока мы не знаем отложенных эффектов, и, скажем, мы не можем говорить о доказанной пользе для продолжительности жизни вот такого-то и такого-то типа питания или вот таких-то и таких-то процедур, потому что у нас нет данных. Чаще всего люди говорят именно это. И только те ребята, которые с этого непосредственно зарабатывают, рассказывают о том, как вся вот история и все известные данные говорят о том, что вот она панацея, которая позволит вам жить до 150 лет. Подожди, а как по-другому это работает? Вот ты сидишь, у тебя гранты. Ты писала там 100-страничный запрос на грант. Тебе грантодатель сказал, что ты мне дашь взамен. Ну там какое-то количество статей, там ба-ба-ба-ба-ба. Я тебе говорю, знания, знания, да. Ну да, ну вот. И получается так, что в результате того, вот выделенного тебе гранта, ты пишешь, ну мы тут провели исследование, освоили там, не знаю, 10 миллионов долларов, и в результате этого исследования мы пришли к тому, что вот как бы нам нужно еще 10 лет для того, чтобы понять, как бы, как это будет. Ну ты что, думаешь, что-то тебе даст грант такой на эти деньги? Да, да, именно так это и работает. То есть смотри, наука – это штука, которая очень дорогая в моменте, но самая эффективная с точки зрения отложенных выгод. То есть условно говоря, да, нам вообще еще нужно 50 лет будет изучать вот эту тему. Но в процессе этих 50 лет, возможно, мы даже не решим конкретно нашу проблему, которую мы сейчас решаем. И вот тут приходится… Мы разовьем методы. Мы разовьем какие-то методы, которые позволят решать другие проблемы раз. Кроме того, мы будем оплачивать технологии, которые не только позволят нам делать какие-то свои физические эксперименты, но, например, приведут к разработке магнитно-резонансного томографа, который вот изначально не планировался в исследованиях магнитного резонанса. Отличная технология, которая сработала. Это побочные продукты, которые возникают постоянно. Но конкретно, когда я пишу грант, я не в состоянии это предвидеть. Я не ясновидящий. Хорошо, если так это возникло. Но вот в большинстве случаев как бывает? Вот мне рассказывал Леон Пешкин. Он в Гарварде занимается изучением лонжевити. Он говорит, ну, у меня два пути. Говорить правду, что я, может быть, буду 10 лет заниматься этим, 30 лет, 50, а может быть, вообще неизвестно, сколько может быть жизни моей не хватит, решить ту проблему, которую вы хотите решить. И с вероятностью достаточно большой грант я не получу. Потому что всем нужен как бы эффект. Не то, чтобы ты напишешь, ты должен нам по этому гранту написать там 10 или там 5 статей в каких-то цитируемых журналах и типа все классно, спасибо. Ну, есть такие, наверное, филантропы, которые как бы им пофиг, лишь бы как бы движуха шла. Может быть, у него вот как бы, знаешь, такая конспирология, да, что на самом деле там Илон Маск, у него есть там риск, не знаю, там Паркинсона. И поэтому он быстрее-быстрее начинает заниматься этим нейроинтерфейсами, чтобы когда подойдет возраст, там, когда он может, там, какая-то любая генетическая, дегенеративная какая-то болезнь, чтобы он мог ее решить за счет того, что он как бы вживил себе девайс, который... Паркинсон, это же инвазивно лечит. Паркинсон инвазивно лечит, для этого не надо было нейролитик организовывать. Ну, может быть, что-то другое, я не знаю. Я просто тебе говорю, что представим себе, есть, возможно, какой-то филантроп, который, вы там, не знаю, у него там бабушка, любимая мама, там, не знаю, умерла от какой-нибудь болезни, и он просто так дает деньги, лишь бы это двигалось. Ему не нужен результат. Но большинство людей результат-ориентированы. Любые фаундейшн, Гейтс и все остальные, это ребята, которые считают бабло. И поэтому тут возникает такой, как бы, конфликт интересов и даже, как бы, вероятность сделки с совестью. Когда мы смотрим на широкую картину исследований, там, не знаю, вот какие-то теломеры, там, удлинение, там, вот. То есть неизвестно на самом деле, но мы как бы используем такую риторику, очень грамотную, которая как бы говорит тебе о том, что мы уже можем выпускать какой-то бат, какой-то там молекулу, какой-то продукт, который как бы, возможно, на это влияет. И вот тогда ты получаешь и грант, потому что это можно превратить в продукт, этот продукт можно продавать, и твое имя, как там, бывшего, там, не знаю, профессора Гарварда, который участвовал в разработке этого, оно будет являться неким маркетинговым преимуществом на рынке для продажи этого продукта. И бам! То есть люди коррумпированы, их совесть не кристальна. И сколько в науке людей сейчас, особенно после вот этой всей эпопеи с ковидом, где там вообще непонятно, там, фаучи, там, он то ли, то ли он правильный, то ли он деспот, то есть вообще непонятно, как простому человеку, который, ну, я не разбираюсь ни в чем, я, как я говорил, жалкий примат, и когда с одной стороны одно, с другой стороны другое, а истина вообще где-то там посередине, понять, что надо делать. И тут вроде бы как бы должны помочь как раз-таки честные коммуникаторы науки, не ангажированные ни к чему. Но нельзя быть не ангажированным, потому что если ты будешь не ангажированным на YouTube, YouTube скажет спасибо, до свидос, закрыли, с Twitter выкинули, вон сколько ученых там, которые говорили про LabLeak-теорию, повыкидывали это все, а теперь какой-то в Wall Street Journal пишет, ну, походу это было, правда. Слушай, ну, если говорить про что надо сделать, это действительно очень сложный вопрос, который связан опять-таки с тем, какая у тебя цель, какое твое целевое состояние. И, честно говоря, в моем представлении сейчас гораздо больше людей, которые мучаются не от того, что они не смогут дожить до 95 лет, а потому что их ожидаемая жизнь 85, а скорее от того, а чем заполнить эти годы, чтобы чувствовать себя счастливым. То есть, по большому счету, большинство людей, которые ищут вопросы или ответы, или рецепты, что надо делать, они просто не очень понимают вообще, чем себя занимать, чем себя занять. Это мое, наверное, циничное. Нет, это совершенно верно. Но, скажем так, давай бы... Нет, я с тобой полностью... Люди хотят рецепты, они хотят вот именно какой-то определенности с тем, что если ты будешь делать А, Б, С, Д, ты будешь счастлив. На самом деле люди хотят счастья. Ну, блин, ну реально, скажи мне, у тебя в 94 года артрит, склероз, давление, что-нибудь еще. Тебе реально вот, ну как бы, представь себя вот в этом месте, такой типа, да, я готов до своих 94, не знаю, пить кофе, есть кето или что угодно еще делать там, чтобы с этих 94 со своими всеми болячками дожить и в таком же разваленном состоянии до 95. Да нет, не этого люди ищут. Ммм, подожди. Люди хотят быть счастьем. Смотри на Сороса. Посмотри на Сороса. Посмотри на Ротшильда, который там недавно умер, которому там 5 раз там почки пересаживали, сердце пересаживали. Они хотят жить. И вы просто... Сейчас я с тобой согласен. Давай опять же. Ты думаешь, они хотят жить, потому что они всю жизнь там типа пили кофе или потому что в этой жизни что-то было такое, ради чего хотелось продолжать. Вот. И теперь слушай. Вот именно это, что, скажем так, я сейчас не тот человек, который не понимает, как выхватывать из жизни удовольствие. Я как раз таки, как будто бы начинаю нащупывать это. И когда я понимаю, как можно выхватывать из жизни удовольствие, я хочу сделать так, чтобы это удовольствие продолжалось как можно дольше. потому и дальше мне нужны какие-то такие гайденс, какие-то такие линии понятные, где я как бы вот, как бы трейд-офф в чем. То есть я люблю там психоделики. Окей, насколько это вредно для меня в будущем. Пока вроде как бы непонятно, вообще это было такое табу, еще что-то. То есть я люблю такое-то, я люблю такое-то, я люблю такое-то. Все, что касается с каким-то интейком, потреблением чего-то, я хочу знать, зачем я этим плачу. Вот как бы что-то принял, пинг, одного дня в жизни не стало. Готов я пожертвовать этим днем ради сегодняшней пьянки? Готов. Потому что, блин, мне это сегодня надо. Если это 10 дней из моей жизни вычеркивают, я уже буду думать. Так, подожди, вот сегодня действительно та компания и то место, в котором я готов пожертвовать 10 дней своей жизни. Смотришь на Сочи, такой классный гамбургер. И ты такой думаешь, так, хочу. Тебе говорят, вот это конкретно для тебя потребление этого гамбургера уменьшит 5 дней твоей жизни. Ты такой, 5 дней не готов, поем салат. Салат 2 дня прибавит в твоей жизни, потому что ты вчера бухал, и это 3 дня вычеркало. Сальдо положительное, бэм, ем салат. Ты понимаешь, когда это превращается в такую математику понятную, где есть дебет и кредит, ты что-то сделал, убавила, что-то сделал, полезное прибыло. Я могу понимать, что я управляю хоть чем-то в своей жизни. Когда я живу в мире, где я непонятно, что делаю, и как бы мне то одно говорят, то другое, то третье, я говорю, так, ребята, я вообще не понимаю. То есть, я говорю, окей, я забью на все, есть веру, уверую в детерминизм, что мне отписано какое-то количество лет, и когда ты смотришь на чуваков, которые там, не знаю, в 90 лет курят, им как бы ржут на теми, кто там, не знаю, там, с здоровым питанием умирает в 50, там, от какой-то там странного, не знаю, инсульта, инфаркта, или еще к чего-то. То есть, может быть, действительно, есть какой-то срок службы твоего биологического юнита, и детерминизм пропитано все, что ты будешь делать, что ты будешь есть, и это резилинс, который, вот 85 тебе отписано, и все, и ты будешь что угодно делать, 85 проживешь. Не знаю. Все, и как бы я в тупике. Ну, как-то же ты выходишь из этого жутка? Да никак. Просто забил. Ну, да, я как бы, может быть... Вот это тоже выход, это тоже выход. Это такой очень, очень ненаучный выход. Понимаешь, в чем дело, наука это не, как тебе сказать, она не религия, на самом деле, она и этически нейтральна изначально, то есть, дальше мы к ней уже прикручиваем этику на тему того, например, уместно врать для того, чтобы продолжать свое исследование. На мой взгляд, неуместно, но, опять-таки, у каждого тут свой выбор, и, опять-таки, не факт, что если мне не предложат какие-нибудь безумные деньги, которые покроют все мои потребности на ближайшие много лет, я не смогу там найти какой-то для себя компромисс, который могу пожертвовать. Мне никто никогда не предлагал, поэтому я никогда не стояла перед этой задачей в реальность. Но наука, это в любом случае, это некоторый инструмент познания мира, который тоже можно к чему-то прикладывать. Понимаешь, у тебя есть микроскоп, а тебе нужна йогуртница в данный момент, и как бы не стоит науку воспринимать, как справочник с ответами на все жизненные вопросы. Нет, она рассказывает про то, как устроен мир, а то, для чего тебе это знать, и как тебе это использовать, и какая вообще твоя цель в жизни, наук тебе не расскажет. Просто потому, что это индивидуальная вещь, которая ненаучна. Она внутри тебя должна быть. И не должна быть. И свое представление о том, что хорошо, и что плохо, оно тоже до некоторой степени связано с этикой, с наукой. Да, но вот когда мы живем в мире, где вопрос этики, то есть с одной стороны, на одной стороне мы настолько стали этичными, что даже деднейминг слова не является, чтобы тебя выкинули с Твиттера, а с другой стороны, когда люди намеренно скрывают сайд-эффект от вакцин, для того, чтобы сократить, как бы, сомнения и вот не подпитывать антиваксеров. Тогда, где, как бы, истина? Если наука, она, несмотря на то, что она не является истиной в последней инстанции, это как инструмент, некая призма восприятия нашего мира, которая позволяет тебе, ну, хоть сколько-то приблизиться к истине. Но если уже внутри самого-самого научного комьюнити и всего вот этого ангажированного к этому научному комьюнити какого-то обросшего, там, не знаю, бюрократии, там, какими-то государственными структурами, какого-то монстра такого, тебе просто говорят, условно, кали, и не говорят, что можно и не колоть, да, то получается, как бы, ну, мне-то чему следовать? Если ты начинаешь следовать чему-то альтернативному, и тут, понимаешь, вот тут очень важный момент, роль научных журналистов в этом процессе, она, как бы, феноменальна. Было у меня несколько людей, которые так или иначе занимаются популяризацией науки. И их, они даже сами это, как-то, может быть, не совсем артикулированно признают, расцвет их популярности пришелся на период ковида. И ты смотришь у них видеоролики на их ютюбе, там, ковид, 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 там, все, и все эти видео с максимальной... Это абсолютно понятно. Ну да, ну что, какую пользу они сделали? Потому что, потому что, что есть, которая требует научного, понимаешь, смотри, история такая, у тебя появляется штука, феномен, да, какое-то явление, которое начинает оказывать супер влияние на твою жизнь, и про которое тебе ничего не известно, ничего не понятно. Единственные люди, которые могут тебе что-то про это рассказать, что это за херня такая, и как она будет дальше себя вести, чтобы ты как-то мог вообще прогнозировать, что-то понимать про нее. Это, собственно, научные журналисты, потому что, опять-таки, далеко не каждый человек в состоянии открыть журнал. Каждый из которых ангажирован к какой-то научной мысли, к какому-то научному исследованию, и он считает, что это правильно. Да, конечно. Мы люди, понимаешь, и более того, искусственный интеллект, который мы сейчас создаем, его создают тоже люди, и обучают его на корпусе текстов людей. Поэтому даже при всем при том, что, вероятнее всего, он будет лишен некоторых человеческих качеств, каких-то других человеческих качеств ему будет вот так вот с горочкой. И вопрос в том, что любое человеческое существование это набор конфликтов, в которых нет идеального решения, и каждый должен решать сам. Моя личная выгода и моя личная прибыль и мой личный статус и мой личный успех против рисков для жизни других людей, например. Или там, у меня есть 100 баксов, на кого я их потрачу? На себя или на своих детей? Вот это прям совершенно генетическая история. То есть есть я, я любимый, хороший, и вот есть вот эта вот такая наивно понимаемая история про то, что у нас вот типа задача распространять свои гены. Хотя по идее у генов задача распространять свои гены. Себя, в смысле, своей копии. Вот. Но тем не менее, вот этот вот конфликт, у меня есть ограниченный ресурс, и куда я его вложу? На себя любимого, чтобы мне было хорошо, чтобы я себя хорошо чувствую. И на своих спиногрызов, которые потом, когда-нибудь, могут что-то делать. И вот этих конфликтов, их в жизни любого человека, вот самых примитивно понимаемых, начиная, и кончая их дистанциальными, этическими, и связанными с благополучием человечества. Вот. Их огромное количество. И мы не можем придумать пока, по крайней мере, идеальный мир, в котором их не будет. А теперь представь себе, что представь себе теперь, вот я, у которого тоже этих конфликтов более чем достаточно, но я никто, и звать меня никак. И поэтому даже если я буду действовать в реализации своих каких-то личных, каких-то эгоцентричных интересах, то я вряд ли смогу навредить большому количеству людей. Ну потому что, блин, ну я никто. А теперь представь себе, что некий популяризатор науки, который смотрит на специфику поисковой оптимизации, который представляет, как работает алгоритм, потому что есть люди, которые об этом говорят, все, что связано с популяризацией, вакцинированием, проблематики той базовой, там New York Times, Washington Post, я буду следовать этой агенде, тогда я буду получать более высокий рейтинг цитированности, более высокий рейтинг просмотров, impressions, ну все-все-все. Если же я, а что и там, и там я изучаю, и смотрю, что есть, грубо говоря, антагонисты базовой линии, то я буду испытывать сопротивление, возможно, меня выкинут с Твиттера, возможно, я потеряю свои там какие-то контракты, там какие-то рекламы, но я где-то чувствую, что там правда тоже есть, я вроде как бы обязан с позиции моего морального императива об этом заявить, я начинаю как бы заключать сделку с совестью. И когда ты, решая свою проблему, а твоя проблема простая, тебе нужно квартиру купить, тебе нужно детей там оставить в частную школу, еще что-то, ты говоришь так, что мне делать? Быть бессеребряником, но кристально чистым и, возможно, потерять даже то, что я имею. Либо опираясь на вроде бы там Фаучи, там, не знаю, там на Министерство здравоохранения, там Всемирный организацион здравоохранения, базовую линию и приплести туда всякие исследования людей, которые как бы опять же ангажированы кому-то и получают финансирование от тех, кому они сорсят это. И как бы мои взятки гладкие, я же научный журналист, я просто вот сказал, что это классно. И это распространяется дальше. И как бы внутри каждого вот этой проблематики есть как бы common sense, есть как бы семья, есть личностные потребности, но эти люди влияют на других людей. Если я кому-то скажу, ребята, прыгайте там в воду в холодную каждый день, занимайтесь там моржеванием, и Роган скажет, что вот я каждый день там в ванну прыгаю, там ледяную, там около нуля, какое количество людей он может как бы вот завирусить вот этой вот фигней, и все, что он говорит, ну он или бы они, кто имеет большую паству вот этих подключенных к ним людей, влияет на этих людей, потому что иначе нафига они к нему подключены. Потому что, блин, наверное, они как бы и постоянно ждут чего-то, что поможет им что-то в жизни улучшить. И получается так, когда мы знаем о несовершенстве человеческой природы, о внутреннем эгоизме, о внутренних проблематиках, как можно вообще хоть об одном утверждении, сказанном кем-то, вот без декомпозирования, без понимания, в чем, где природа твоего выбора, на чем она основана. Она основана на научных фактах, либо в бэкграунде все-таки школа, блин, надо детей 40 тысяч в год. Офигеть, где взять эти деньги? Покер. Бам! И все. И учитывая то, что логика, она одинакова везде, потому что единственным способом подключения является социальные медиа, которые принадлежат в большей степени одним и тем же игрокам, интересантам, Слушай, ну сейчас это поменялось очень сильно. Как раз я бы сказала, что то разнообразие, которое мы имеем, и то, что мы, в принципе, узнаем о маргинальных точках зрения, и о том, что некоторые маргинальные точки зрения становятся не маргинальными, мы обязаны именно тому, что сейчас вот эта вот доминанта контролируемых большими структурами богатых масс-медиа, оно становится меньше, и, условно говоря, какой-нибудь инфлюенсер, какой-нибудь блогер-антиваксер, который очень хорошо спекулирует на врожденных страхах людей, может стать суперпопулярным. И там вопрос, не знаю, по какому-нибудь Дональду Трампа, который время от времени какую-то антинаучную хрень распространяет, у него и так медийность, и он поверх... Слушай, даже при том, что его выгинули из Твитера, какие-то каналы распространения информации довольно популярные у него есть. И когда он какую-нибудь антинаучную фигню говорит, и куча народа это распространяет, и возникает вопрос такой, что вот есть один чувак, который очень убедителен, у которого есть своя репутация, и который, в принципе, играет на том, что мы многого не знаем, и вокруг существуют какие-то заговоры. И это, ну как бы, вот эта вот конспирология, она сейчас очень хорошо... Да, но это тоже не является искренним. Это человек, который как бы давит на педаль конспирологии. А мы не знаем, если он это является или нет. А ты знаешь, он сам может быть конспирологом. Ну то есть, я не могу сказать точно, да, у меня нет никаких знаний про конкретный, внутренний мир конкретного человека. Ну вот Алекс Джонс, да, вот он вообще самый большой конспиролог на планете, мне кажется. Довольно много людей искренне верят в заговоры, даже очень тупые. Я уверена в том, что есть люди, которые действительно верят в то, что Земля плоская. Ну, то есть, понятно, что это очень тупо, но тем не менее, я уверена в том, что такие люди, которые искренне в это верят, есть. Есть люди, которые искренне верят в то, что все, что написано в Ветхом Завете, это просто до последней буквы то, что происходило в реальности. Понимаешь? И, ну, я даже не знаю, слов не хватает, но это может быть искренняя вера. И я вполне допускаю, что таких людей очень немало, потому что ты теряешься среди всех этих информаций, среди вот этих всех концепций, сложных теорий и большого количества цифр. И тут тебе открываешь книжечку, когда написано, в начале было слово. Там, 7 дней происхождения жизни. Или там, а вот Земля на самом деле плоская. А иначе, вот как мы с нее бы не сваливались, мы бы постоянно скатывались и катались бы там. Ну, то есть есть какие-то вещи, которые вот они интуитивно, вот на нашем каком-то совершенно вот пещерном, на самом деле, представлении о том, как устроены вещи, они заходят лучше просто. А вот эта вся там Дьютоновская физика с формулами, там же надо, ну, как бы уже иметь какой-то уровень абстракции. И чем более массовым становится образование, тем больше людей, у которых вот какой-то курс за плечами есть, но они ничего из него не поняли. И они ищут себе объяснений. Ну, вот я про это тебе и говорю, что, скажем так, что есть какой-то процент искренних сумасшедших, ну, которые верят, как бы не так, не сумасшедших, но я думаю, что там все равно есть какой-то спектр отклонения. Скажем так, они на чем-то очень сильно заморочены. И они вот эту свою замороченность, как бы за счет того, что у них есть возможность подключаться к каким-то медиа, и они условно подключают к себе таких же замороченных или с таким же спектром какого-то отклонения людей. Но в большей степени, когда ты смотришь, допустим, на какие-то крупные такие ресурсы, где какая-то вот такая вот маргинальщина, да, ты видишь там механики, там не один человек, там команда. И ты уже понимаешь, что, ну да, может быть так, кто-то увидел, что какой-то талантливый продюсер увидел шизофреника, подумал, блин, Светоч просто для меня находка, из него льется это дерьмо каждый день. Я сейчас вокруг него создам дайсоновскую сферу, буду все, что из него истекает, ловить, формализировать и как бы буду им на этом зарабатывать за счет просмотров и так далее. Я не исключаю такие истории. Но в целом люди, которые просто заморочены, они неизвестны. Это какие-то там в домашних, не знаю, в подвалах у своей бабушки, какой-то булчет там на каких-то ресурсах очень маленьких. А те, которые превращают это в бизнес, они понимают, на какую педаль они давят. Эти люди просто понимают, что... Мне кажется, одна вещь с другой никак не противоречит друг другу. Есть огромное количество людей, которые хорошо понимают, как работает психика и механика кликбейта, и при этом искренне уверены в каких-то очень странных... То есть у которых в голове есть очень странная картина мира глобальная, и при этом очень хорошее понимание того, как это можно распространять вот на каком-то совершенно... Да, но в какой момент... Вот услышь меня, я с тобой согласен, но в какой момент... Ну, скажем так, ты не можешь быть заложником одного и того же вот этого муму с утра до вечера. И ты знаешь, как это устроено. И ты свой, условно, вот эту искаженную призму восприятия... Вот, скажем, у тебя есть какая-то тема? Не знаю, пусть плоская земля, окей. Ну, если ты будешь постоянно прям 500 видео о плоской земле, в конечном итоге сказать, чувак, надоел. Ну, то есть, ну, мы поняли, да, земля плоская, окей, супер. Например, тебе нужно, получается, ты понимаешь, что, ага, я вижу, ты же, у тебя есть какая-то рациональная тачмент, когда видишь, что у тебя падает количество своего просмотров. Ты говоришь, так, я беру свою вот эту какую-то модель искривленного представления реальности и беру ее... Что еще есть? О, тут есть Кеннеди. Там, не знаю, там использование, как там, ультра, там, K1 ультра или какая-то там, это СИА, там, когда использовали психоделики, там, это Manson Family. И любые конспирологии, которые есть, там, 9-11, ну, в общем, что-то, начинаешь ее тоже вплетать в свои, как бы, вот эти вот, ну, сети распространения, которые тебе приносят... О, опять пошло. Я понял. Людям почему-то нравится маргинальщина какая-то, всякие там маргинальные теории, там, теории заговора, там, конспирология. Я буду искать это и впрыскивать. И в этот момент мне как-то человек исцеляется. Он для всех по-прежнему остается вот этим чудаком, но который понимает теперь уже, что... Мне кажется, что-то так... Смотри, когда ты очень-очень долго кому-то что-то рассказываешь, начинаешь в это верить. То есть, когда ты, например, говоришь о том, что в этом мире существуют невидимые инопланетяне, и ты... Ну, вот ты прям полгода каждый день рассказываешь людям про то, что существуют невидимые инопланетяне, но вот есть вот такие, вот такие, вот такие странные какие-нибудь наблюдаемые процессы, которые все связаны с тем, что это подстраивают невидимые инопланетяне. Через 100 дней ты будешь верить в этих искусственных невидимых инопланетян. Просто потому, что нам очень сложно искренне... Ну, как бы... То есть, тебе нужно людей убеждать, тебе нужно быть убедительным. Самый лучший способ убедить других это быть убежденным самому, самому поверить в то, что ты говоришь. Потому что до тех пор, пока ты сам не веришь, люди начинают считывать вот по каким-то микросигналам то, что ты не очень искренний. А когда люди оценивают правдивость информации, они довольно часто оценивают не консистентность и непротиворечивость твоих аргументов, а то, насколько ты убедителен, насколько уверен ты говоришь. То есть, ты можешь сказать, земля плоская, ее создал Бог за 7 дней. И человек такой, ну, слушайте, ну, чувак, который так это говорит, с таким жаром, с такой страстью, с такой уверенностью, он не может ошибаться. И довольно много людей, они оценивают не непосредственно сущность аргументов, а вот этот вот суперуверенный тон. Но чтобы его изображать, и чтобы тебя надолго, ну, то есть, понятно, ты можешь там очень быстро сказать слоган, но если речь идет о том, что тебе нужно там долго про это говорить и быть при этом убедительным, тебе нужно верить в это самому. И рано или поздно это как бы вера, она прорастает и становится верой. Просто потому, что те вещи, которые чаще всего разваниваются у нас в голове, они закрепляются. Сейчас давай подключим твой академический бэкграунд. И сейчас посмотрим на меня. Ты сказал интересное слово «верить». А я тебе сейчас скажу вот что. Вот то, что я говорю, то есть, слушай, можно верить, ну, быть, ну, словно, как-то замороченным. Я это, как бы, вера, у меня почему-то идет, вот, мне больше нравится слово «заморочка», потому что это что-то, какая-то штука, которая почему-то в твоей голове ранит все и отравляет, как радиоактивный изотоп, все твои мысли там пропитаны, вот эта ерунда. Вот. Допустим, когда я говорю, я не знаю, что я говорю. То есть, у меня нет веры в то, что я говорю. Представляешь, это как стримов коншенсусность. То есть, я открываю заслонку, и оттуда льется что-то. В то, что я говорю, я отдаю себе отчет, как бы, знаешь, как бы с позиции наблюдателя, которые фиксируют улетающие слова. Но они уже вылетели, я просто смотрю, и как бы, блин, это бред собачий, Марк, откуда в тебе вот эта вот ерунда находится? То есть, откуда, что является источником вот этого булочета? Скорее всего, это просто вот такая, опять же, большая пылесосиня вот этой всей информации, которая, да, какой-то там, где-то там складывается, где-то там не систематизирована, и в момент, когда я открываю это забрало, оно начинает выплескиваться наружу. Но я в это не верю. Но я, не знаю, убедительно со стороны или не убедительно, я искренне тебе говорю, что я не контролирую этот флоу. То есть, вот что это? Смотри, есть история с, ну, условно говоря, интервьюированием, когда ты даешь некоторую точку зрения, которая должна провоцировать твоего собеседника на какие-то размышления и какие-то вещи. Да, но это как будто бы специально. Это дискуссия. Смотри, да, я понимаю, конечно. Нет, это вопрос о том, что если... Потому что я думаю о том, что я тебя спрашиваю. Смотри, есть история с сознанием доступа раз и разными уровнями сознания. Есть некоторая история с тем, что у нас есть некоторые автоматические, полуавтоматические, так скажем, системы, которые позволяют делать нечто не слишком сильно планируя. То есть, условно говоря, не знаю, там, если ты когда-то играл на каком-то музыкальном инструменте, ты можешь сесть и начать играть. что-то одно, потом что-то другое, не слишком сильно задумываясь, что происходит в этот момент. То есть, у тебя есть вот как бы разные вот эти вот все системы. Пока ты в потоке, да, таком вот, предположим, ты можешь переключаться между этими системами, чуть-чуть смещать какой-то режим и дальше уходить в этот полуавтоматический режим. Когда тебе нужно быть убедительным, ты все-таки... Когда тебе нужно убедить людей, ты все-таки работаешь немножко в другом режиме. Тебе нужно понимать поле, точек, в которые тебе нужно бить раз и которых тебе нужно избегать два. Зачем не убеждать? Потому что ты хорошо понимаешь... Ну, например, если ты там хочешь собрать свою, значит, конспирологический кружок людей, на которых ты будешь дальше влиять. Окей, если у меня нет такой мотивации... Ну, то окей, у тебя нет такой мотивации, тогда у тебя есть мотивация просто там жить в потоке. Прекрасно. Вот. Тогда представь себе, что если, допустим, нету верхнего уровня мотивации в конкретной беседе, в чем-то тебя убедить, в чем-то блеснуть, к чем-то продвинуться. И я просто, как бы ты, как условно некий катализатор, раздражитель условно в хорошем смысле слова, который каким-то образом провоцирует этот флоу. Именно ты его провоцируешь. То есть реакции на тебя, на твои вербально-невербальные какие-то там facial expression, твои слова, динамику твоего разговора, мысли, которые, они как-то внутри, как будто бы раз, и начинаешь из меня вот именно ты начинаешь вытягивать этот флоу. Для чего он вытягивается? Конкретной цели нет. Может быть, где-то там на каком-то десятом уровне присоснательного. Записать там определенную длительность какого-то разговора с кемпом. Это тот цель. Нет, цели нет, записать длительность. Ты думаешь, я сижу и по секундомерам жду, когда придет какое-то время? Нет. Ну, у тебя есть какой-то формат, да? В этом формате тебе нужно там сколько-то времени проговорить, разговорить с собеседником. Это тоже цель. Ну, то есть цели могут быть очень разные. Некоторые цели, это типа у тебя есть конечная точка, а есть цели, в которых у тебя есть вектор. Это две разные цели, но они и та, и другая имеют свои механики. И цель вектора, цель того, чтобы просто быть в потоке и, например, заполнять чем-то паузы, это тоже цель. Она немножко другая. Она не цель прийти к точке А или закрыть вопрос Б. Это какая-то другая цель. Но она, это цель про движение, а не про точку. Окей, тогда получается, что если есть какой-то вектор, направленный на движение, ну, то есть я не знаю, куда он идет, и как бы вот то, как это связано, возможно, у тебя... Вот, то есть получается, что я больше так, если приближаться к верхнюю уровню цели, я жду какого-то удивления, которое может произойти, может не произойти. Для этого нужно создавать некую какую-то питательную среду, в котором как-то кто-то реагирует, какая-то взаимная рефлексия, она услышана. И эта питательная среда, она растет, образуется из вот этого потока какого-то сознания, абсолютно невнятного. Получается, что верхнюю уровню цель. Тогда вопрос, вот скажем так, что если мы зафиксировали такую цель, да, удивиться, как создать максимально короткую дорогу к удивлению? Пожалуй, что найти какую-то вещь, которая кажется тебе загадочной, я бы так сказала. То есть на самом деле удивление... Найти то, не знаешь что. Да, найти то, не знаешь что. Но в принципе, скажем, я, конечно, сейчас проецирую свой опыт, да, и этот опыт немножко научный. Но когда ты видишь некоторое малообъяснимое явление, то в тот момент, когда ты находишь, пусть даже не во внешнем мире, а внутри себя какой-то инсайт, как это могло бы объясниться, ты получаешь вот это вот ощущение того, что ты перешел из состояния неопределенности в состояние неопределенности. Вот это вот, то, что у тебя есть два разных состояния, между ними есть контраст, вот этот зазор, это и есть мера удивления. То есть есть первый ларик, это получать такое методом опыта, то есть когда ты там, например, пробуешь что-то новое, чего ты до этого никогда не пробовал. И если ты хорошо погружаешься в этот процесс, то ты вначале получаешь много удивления. Но дальше, чем больше у тебя такого вот именно пассивного опыта, тем сложнее тебя удивить, потому что ты уже очень много чего попробовал. А дальше, на мой вкус, после того, как внешний мир перестает приносить тебе вот это пассивное удивление, лучший способ сделать это, вот это удивление, добавлять в жизнь активно, это генерировать его через решение каких-то загадок, да, через то, чтобы вдруг увидеть какую-то скрытую взаимосвязь там, где ты ее раньше не видел. Увидеть какой-то параллель между какими-то процессами, которая раньше тебе была неочевидна. То есть вдруг у тебя вот в этом мире проявляется какое-то дополнительное измерение, и в нем начинают проступать какие-то прямо вещи. Знаешь, это вот как в каких-нибудь фильмах приключенческих, где они попадают в какой-то лабиринт, где откуда-то что-то возникает, то есть они там типа вот закрыли какой-то пазл-загадку, и вот у тебя проступает как бы структура какого-то там коридора или лабиринта или еще что-то такое. Вот это вот, когда у тебя это проступает, и ты начинаешь видеть взаимосвязь между явлениями, вот это то самое внутреннее удивление, которое ты можешь активно генерировать сам. Но тут это требует от тебя некоторой потребности, ну, как бы, некоторой компетентности и какого-то вот этого усилия, да, уже когнитивного. Еще знаешь, что любопытно, что я еще стал замечать, что, допустим, у этого удивления, скажем так, что удивление – это блюдо. Его можно готовить из разных компонентов. Но, допустим, мне нравится, допустим, удивление чуть-чуть пересоленное. И поэтому, когда я задаю человека, сейчас я обязательно спрошу, вот что как бы за последнее время, допустим, в изучении мозга, нейропсихологии, нейрофизиологии, что тебя прямо удивило до мурашек? И сейчас, пока ты даже не ответила, это, возможно, ты сейчас даже, может быть, не вспомнишь, а если и вспомнишь, то есть вероятность, что передавая мне свое удивление, я подумаю, ну, интересно, но вот не до мурашек. Потому что рецепт появления в твоем мозге удивления и в моем сознании удивления, оно немножко другое, вот это рецептура этого. И поэтому, будучи со мной человеком эгоистичным, я как бы понял уже, что напрямую спрашивать у человека, чтобы он поделился своим удивлением, не приводит к моему удивлению. Удивление возникает случайно. То есть, но для этого тебе нужно разбросать невероятное количество векторов, которые тебя могут за счет как бы реакции, рефлексии на вот этот bullshit, как бы как-то необычно развернуть, что ты мне выдашь что-то, что будет соответствовать моей модели удивления. И вот тогда вопрос, что тебя удивило за последнее время? Это очень сложно сказать за последнее время, да, и чем дольше ты чем-то занимаешься, тем меньше у тебя этих удивлений. Согласен. Но последнее такое, знаешь, я понял, да, магнитуда как бы постепенно, постепенно, как бы однажды шваркнула, потом все остальное, это как бы, это как ностальгия по первичному удивлению. Из тех вещей, которые я бы сказала так, не то чтобы меня удивили, но все-таки произвели впечатление, я, кажется, это был подкаст Тезер Кляйн, где они беседовали с психологом, который занимается болью, эффектами боли. И она написала книжку, и она рассказывала две истории про, ну, собственно, про людей, которые вот в этой книжке были, фигурировали. Одна из них про то, как человеку прилетел, значит, гвоздь в стопу, и ему было очень больно. Сейчас я могу чуть-чуть соврать, но, в общем, короче, вот у него бонзился гвоздь в стопу, он орал от боли. И дальше, когда, собственно, приехали в госпиталь, оказалось, что у него, собственно, гвоздь-то не попал никуда, он попал между пальцами. То есть он увидел просто это, да? Сквозь обувь. Он увидел, как сквозь обувь гигантский болт проходит сквозь обувь. И как бы было понятно, что эта штука должна была повредить ему ткани. Он орал от боли, потому что, ну, как бы это, это прямо супер жестко. И оказалось, что это вот ровно в этом месте, он между пальцами попал, чуть-чуть шадрал кожу, да? А дальше она рассказывает про другого чувака, у которого, собственно, какая-то тоже, типа, типа что-то типа болта или гвоздя, попала в челюсть, но он не заметил, как. И это обнаружили через 20 лет, когда, собственно, делали какой-то ему там рентген и увидели у него болт, торчащий в челюсть. А он просто в этот момент отвлекся, и когда эта вот эта вот штука вонзилась ему в челюсть, ну, он как бы что-то почувствовал, ну, как бы вот как-то там, типа, стер кровь, ну, мало ли что случилось, и пошел заниматься дальше своими делами. И она эти два примера привела для того, чтобы показать, до какой степени то, что мы испытываем, может зависеть от того, что мы предсказываем. И что, вот, в принципе, это уже довольно популярный, набирающий популярный смысл о том, что мозг – это машина для предсказаний. И что очень большая часть нашего опыта – это наше представление о том, как этот опыт должен выглядеть. И в тот момент, когда у тебя происходит достаточно сильный зазор между реальностью и тем, что спрогнозировал твой мозг, оказывается, что ты можешь создать очень-очень правдоподобную, очень яркую иллюзию, ощущения, которые нам кажутся суперфизическими. То есть, оказывается, что даже такая, казалось бы, суперфизическая, физиологическая вещь, как боль, может работать исключительно за счет верхнеуровневых механизмов, которые предсказывают то, как должен сейчас выглядеть. я видел эти исследования, когда там подключали что-то и там рука фальшивая, и человек одергивал руку, когда пытались причинить вред фальшивой руки. У меня, кстати, история такая, я-то сам вставал на гвоздь, у меня вот так вот из ноги гроздь на 200 торчал, я сейчас просто историю вспоминаю, так же через башмак и насквозь прошло, только через плоти, не через между пальцев. Было, по-моему, больно, уже не помню. И, собственно, вторая, кстати, история, которую ты сейчас упомянул про фантомные руки и прочее, что как раз, боже мой, индиец, который написал, Арман Чандра, Вильянур Лим, Арман Чандра рассказывал в одном из своих выступлений про то, как человеку, собственно, одновременно бьют по пальцам и по столу, причем пальцев он не видит, а стол видит. И в какой-то момент стол становится частью продолжения моего руки. То есть он начинает распространять свою карту тела на то место, где он видит воздействие, которое он чувствует. И что, в принципе, можно таким образом, если долго синхронизировать какой-то нерв, какой-то воздействие на какой-то нерв с каким-то внешним предметом, то этот внешний предмет становится картой нашего тела. Я не знаю, это кажется неэтично, что делать, если после этого этот стол разрубить топором, но я чувствую, что, наверное, может быть такая история, что у человека в этот момент будет очень больно, хотя никакой, так сказать, связи, кроме как... Слушай, но это в обе стороны работает? Ассоциироваться, синхронизироваться и дисассоциироваться с болью? Либо это уже вот как бы ассоциироваться, тут какой-то психологический вайер включается, а дисассоциироваться у тебя все-таки их нервное окончание как-то надо отключить? Там есть психологические механизмы, но в целом там довольно много биохимии, если она уже перенастроена на восприятие боли, то там просто медитациями можно, скажем так, снизить, видимо, силу страдания, но полностью убрать нельзя, то есть биохимия тоже имеет роль, если у тебя зажали просто нерв, да, и он шлет импульсы в центральную нервную систему, то подавить это так просто очень сложно, особенно если это речь идет не о том каком-то маленьком нервном волокне, предположим, а когда это какой-то уже магистральный канал, то есть биохимия тоже играет роль, и есть какая-то органика, без которой тоже все это не работает, но тем не менее то, что наша вот эта вычислительная система умеет создавать суперправдоподобные иллюзии, впечатлений, и мы на них ориентируемся в большей степени часто, сами того не осознавая, живя вот в этой правдоподобной иллюзии, которую мы создаем на основании реального физического взаимодействия с объектами, настолько отмечемся от философской составляющей, но вот то, что внутри нас есть какая-то очень правдоподобная схема, которая позволяет нам взаимодействовать с миром, и дальше эта схема начинает сама навязывать те правила, по которым мы взаимодействуем с миром, это очень прикольно. То есть, по сути, мы каждый живем в своей психологической реальности, которая все равно есть у нее схожесть, потому что мы взаимодействуем с объектами, которые, может быть, выглядят по-настоящему по-другому, но сам факт того, что в биологической природе мы плюс-минус похожи, соответственно, наше построение симуляции и взаимодействия с объектами какой-то субъективной реальности, оно плюс-минус похоже, если там не говорить какой-то colorblind, какой-то спектр. Да, 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 да. И более того, что, судя по всему, на самом таком простом уровне зрения, ощущения, да, прикосновения, вкуса, мы гораздо более похожи, а дальше, когда мы начинаем строить вот эти более абстрактные представления о том, как вообще устроен мир, вот там вот начинаются вот эти различия. И, судя по всему, эти различия тоже могут влиять на то, как мы воспринимаем опыт, да, и то, что в каких-то реабилитационных программах, например, если человек считает, что ему помогает молитва, к нему вызывает священника, ему реально помогает, потому что вот эта вот предсказательная часть, которая верит в то, что молитва должна исцелять, она работает на исцеление тоже, она дополнительно дает человеку какой-то внутренний импульс на исцеление. А если человек не верит в молитвы, а верит в супербиотехнологический препарат, то ему стоит вот давать этот супербиотехнологический препарат. А возможно, если его не существует, даже плацебо, говоря о том, что это вот лекарство новых поколений. Если человек не расходит обман, это тоже может ему помочь. А сколько приблизительно, вот можно ли говорить о можно ли говорить о неком архетипировании моделей построения, вот как бы виртуализации, вот построения вот этой вот как бы психологической реальности. Ну, скажем так, что есть какое-то количество людей, которые живут вот в рамках вот этой, ну, можно взять верхний уровень Никиты и Грегоры, там, людей, верующих там во что-то, верующих, уверовавших в что-то не связанное с наукой. Потому что наука – это тоже научная вера. Ты веришь в науку, как бы, как некое… У нее есть достаточное основание, чтобы верить, но тоже вера. Потому что мы на веру понимаем, что эта таблетка работает. У тебя есть некоторые убеждения, то есть наука, в принципе, она немножко отличается от многих других, скажем так, картин мира именно тем, что там довольно много всего можно и нужно проверять. При этом есть действительно очень верхнеуровневые убеждения, без которых наука не работает. И часть из них это в том, что мир, во-первых, материален и, во-вторых, познаваем. То есть вот в этом месте мы ничего не можем доказать, потому что каждый из нас представляет собой с точки зрения его убеждений какой-то набор волн и электрических сигналов внутри темной черепной коробки. Но вот этот кусочек веры, от которого дальше строится вся научная картина мира, он, судя по всему, самый маленький. То есть если речь идет о тех людях, которые непосредственно занимаются наукой, а не тех людей, которые читают про науку, и им это кажется самой предпочтительной картиной мира, и которые действительно верят в то, что таблетка действует, потому что приходит дядя ученый и говорит, мы ее проверили, она действует. В этот момент включается мера, но внутри этого сообщества в идеальном, так скажем, мире, понятно, что тут есть много допущений, много заблуждений, много каких-то тех же межличностных конфликтов, но тем не менее в основе, в самой основе идеального метода лежит вот эта вера в то, что мир материален познаваем, и что мы в состоянии узнать истину. Ну вот. Убивительно. Я не ответила на вопрос про игры, говорите. Да, ну я имею в виду, если вот, как бы, вопрос, сейчас ты продолжишь, смысл того, что если существуют как бы разные способы того, как внутри тебя собирается вот это вот представление о реальности, оно инфицировано в какой-то мере чем-то, что как бы влияет на конечную, финальную сборку, вот именно твою субъективную. Вот эта специфика сборки, если представить себе, что мы взяли все 8 миллиардов, и у нас есть благодаря каким-то там инвазивным технологиям способ увидеть логику этой сборки, то там можно будет каких-то больших бакетов архетипировать, либо все-таки это настолько субъективно, на твой взгляд, что там будут миллионы этих бакетов и нельзя... Слушай, ну там явно совершенно будет некоторая спектра пространства многомерного, в которой будут какие-то кластеры, между которыми будут все-таки наверное более пустынные какие-то ландшафты, то есть будут видимо какие-то агрегаты. Есть какие-то вещи, про которые мы неплохо что-то понимаем, например, то, что есть ну то есть там например реакция миндалина очень сильно на какую-то новую и потенциально угрожающую ситуацию или объекты, сила этой реакции влияет, например, на политические предпочтения. Вот, то есть консерваторы это люди, которые боятся нового. Если у тебя там тебе показывают условно говоря какую-то маленькую какую-то пиявочку, которая чем-то напоминает тебе чужого, а тебе просто не очень страшно, потому что твоя система биологически, биохимически так устроена, что у тебя вот эта реакция активации центра страха, она не такая сильная, как у другого человека. Скорее всего, ты будешь либералом, потому что тебе просто будет не страшно, не страшная новизна, и консерваторы либералы, судя по всему, действительно отличаются немножко по биохимии мозга. Это любопытно. Как ты сможешь это объяснить? Вот смотри, одно время, вспоминая, там 60-е, 70-е годы, либералы это были стопроцентные антиваксеры. То есть они были вот это хиппи комьюнити, и это было либералы по отношению к консервативному классу. Теперь либерал это тот, который воткнул вакцину всем по несколько раз. Так? У вас получается, что по отношению к одному и тому же факту и как бы предположительно, исходя из твоих слов, что люди, имеющие один какой-то там настройку мозгу, они свойственны к либерализму, другие к консерватизму. Как произошел этот шифт? Вот как будто бы гироскоп. Это надо бы проверять. Это надо, во-первых, проверять, насколько все эти ребята вот в том количестве, в котором ты указываешь, есть. То есть я не стала бы сейчас принимать это на веру. Дело в том, что сама по себе история с антиваксерством, она такая тоже прошита у нас в мозгах, судя по всему. То, что у человека, видимо, есть, как сказать, отторжение мысли о том, что ему вводят что-то инородное, что-то от другого живого объекта. И в принципе вся история с вакцинами, начиная еще от Дженнера, с его коровьей оспой, она связана с тем, что людям просто именно интуитивно неприятно то, что им вводят чужеродные от другой биологической сущности какой-то кусочек. То есть нас как будто бы заражают чужой инородной нам сущностью. И это, судя по всему, должна быть очень консервативной идеей. У меня есть ощущение, что, возможно, либералы и ты были антиваксерами, но среди консерваторов вполне возможно, что антиваксеров было тоже довольно прилично, потому что, в принципе, это такая вот биологически обусловленная вещь. Ну и вторая вещь про то, почему, в принципе, сейчас антиваксерство стало гораздо более популярным, например, чем в середине века, с тем, что в середине века жили люди, которые просто были свидетелями того, что делают заболевания. Вирусные заболевания, не только вирусные, бактериальные, были просто инвалиды, которых сразил в детстве полиомиелит, были люди, которые видели людей, пораженных оспой. И, условно говоря, у себя перед глазами была не просто абстрактная картина, что есть вот какое-то вирусное заболевание, от которого как бы не очень хорошо. А просто у тебя в окружении ты можешь назвать там типа 10 человек, которые умерли от этого заболевания. И в этот момент тебе может быть очень страшно и очень противно вакцинироваться, но видя цену того, чтобы, риск того, чтобы не вакцинироваться, видя вот, ну, как бы соотношение выгоды и риска, ты просто перед глазами у тебя встает вот эта вот череда трупов и нескольких инвалидов. И ты такой, ну, нет, это, конечно, не то, чем я хочу закончить. Я готов рискнуть, потому что я очень хорошо понимаю, чего мне будет стоить отказ от этой приметы. И сейчас вроде как есть такие исследования, что, например, антиваксерство почти не развито в Африке, потому что там еще очень много заболеваний, которые просто калечат людей и уносят их жизнь. А в Европе и там в Америке, вообще в западном мире таком цивилизованном, там слишком мало людей глазами своими видели, что такое коклюш, что такое корь, что такое свинка, что такое полиомиелит. У них есть в голове какие-то абстрактные вещи. Это вот серия того, что где-то за миллион километров лисит метеорит, который, наверное, может попасть в землю. Это какая-то абстракция, которую человеку сложно представить. А вот наглядные картины, которые бы его испугали, нет. И, наверное, тогда следствие того, что... И тогда мы приходим, тогда как сформировать желание людей вакцинироваться. Нам нужно показать монстра. И когда все медиа заорали, что там ковид, это страшный монстр. Ну, то есть я сейчас безотносительно моего отношения, я не знаю, я не могу как к этому относиться, потому что я понятия не имею, о чем я говорю. Но смысл в том, что то вот ощущение от того, как создать вот это вот, визуализировать вот эту проблемачку, как ты сказала, что если ты не видишь там полиамелит, как он может людей искалечить, то в принципе ты как бы и не знаешь. Поэтому медиа теперь стали создавать этих монстров. Вернее, не то чтобы создавать, а возможно как бы раздувать. Ну, то есть как бы есть проблематика, она как-то решается, но этой проблематики, как бы энергции, этой проблематики, как бы ее энергии недостаточно, чтобы людей мотивировать на совершение какого-то действия. И постепенно начинается поднимать градус, чуть-чуть выше, выше, либо просто сразу как бы до самого верха, и в конечном итоге бам, мы видим то, что мы видим. И получается так, что мы сейчас живем в этих информационных баблах. Количество людей, сталкивающихся с проблематиками, наверное, все равно по-прежнему много, но, как правило, если мы говорим о тех, кто прямо напрямую сталкивается, то это люди, находящиеся чертой бедности в третьих странах, которые как бы по-прежнему еще сталкиваются с проблематиками вот так. Чем выше твой уровень жизни, чем выше уровень дохода, тем ты как бы отдаляешься от очевидных таких проблематик, и чем выше твой уровень, тем проблематики становятся более, я бы сказал, как бы изысканными, такими как бы проблема там, выбора, в какой ресторан пойти. «Исканными права жизни», и там вот это все уже. И получается, и там, опять же, для того, чтобы эти проблематики как бы подсвечивать, мы эту проблематику опять начинаем накачивать, то есть как бы для того, чтобы проблематика была проблематикой. И как бы чем выше, тем выше, тем как бы проблематика из какого-то уже очень сложного такого хитросплетения раздувается до невероятного масштаба, но ты не видишь, что в этом какая-то очень, ну, какая-то глупость. Когда существуют реальные проблематики, Ну, то есть реальные проблематики, которые вредят людям. И есть общество, там, условно, 5 или 10%, которое определяет всю повестку. У них деньги, у них власть, у них влияние. И они живут в мире со своими демонами, которых они боятся и с ними борются, как там Дон Кихот боролся с мельницами. Но проблематики основные, они как бы там остались не то чтобы нерешенными, да, уделяется внимание какой-то этим проблематикам, потому что они очень большие. Но, тем не менее, такой свитч в проблематике как-то из мира, не знаю, фантастических тварей. Слушай, ну, на самом деле, тут нет какого-то понятного универсального решения. Потому что, наверное, если бы оно было, то его бы уже применили. Тут история в чем? Что, с одной стороны, люди все равно живут как-то немножко изолированно. Хотя, на самом деле, степень этой изоляции стала гораздо меньше. И мы сейчас гораздо лучше понимаем, к чему привело какое-то наводнение в Индонезии, там заморозки в Индии, да, там какое-нибудь землетрясение в Турции, чем это было, там, 50 лет назад. Потому что, действительно, вот это проникновение информации, оно стало гораздо сильнее. При этом у человека, условно говоря, запас эмпатии – это некоторая конечная величина. то есть мы не созданы к тому, чтобы сопереживать 8 миллиардам людей, да, то есть мы просто не в состоянии представить такое число людей на Земле, да, то есть это те, как бы, масштабы, в которых мы не оперируем. У нас там мозг рассчитан там на 200, ну на 500, ну на тысячу человек, да. То есть и на самом деле человека гораздо сильнее трогает история одного какого-нибудь мальчика-сироты, который потерял родителей в какой-то катастрофе, чем история в том, что вот, значит, за такую-то катастрофу покипло тысяча ноунеймов, да, каких-то вот людей, которые, собственно, представляют себя какими-то безликими юнитами, да, и как бы ты не в состоянии включить вот этот сопереживательный механизм к чему-то, чего ты не можешь себе представить, обрисовать, да. Тебе нужен какой-то конкретный, живой, понятный тебе человек для того, чтобы приложить к нему свое сопереживание. Вот, и при этом действительно получается, что ты сосредоточен на тех проблемах, которые тебе больше всего доступны, и которые сильнее всего удаляют по твоей повседневной жизни или по повседневной жизни тех людей, которые возле тебя. То есть когда ты ориентируешься на то, что по-настоящему важно, то ты, скорее всего, будешь смотреть на себя, на своих каких-то родственников, своих друзей и на то, что они обсуждают как их проблемы. А то, что где-то там в Индии или там в Китае есть люди, которые слепнут от недостатка витамина, ну, ты можешь это узнать даже как факт, а возможно, что ты даже об этом не узнаешь. Но тебе, ну, как бы тебе сложно вот с такой информацией вдруг бросить какие-то свои ресурсы на то, чтобы вот этих вот совершенно неизвестных тебе людей как-то спасать. Нет тут какого-то решения, тут есть понятная проблема. Чем больше у нас видимость проблем, тем лучше. Но мне кажется, мне тоже кажется, что современный западный мир зачастую излишне, наверное, замкнут на каких-то вещах, которые кажутся им очень важными, не слишком понимая, что в этот момент там где-нибудь на Ближнем Востоке или в очень населенных Китае и Индии какие-то совершенно другие проблемы могут привести к тому, что еще через 10-15 лет какая-то проблема может стать для них проблемой. То есть выйти на тот уровень, когда она будет не просто видимой, а когда она будет угрожать. Те же самые там типа исламские страны, по всей вероятности, там просто уровень и образования, и взглядов на мир несколько другой. И это просто продуцирует большое количество потенциальных террористов. То есть не то, чтобы каждый мусульманин станет террористом, нет. Но в целом уровень неравенства продуцирует какое-то социальное недовольство, из которого лепить как бы проблему, которая потом может где-то проявиться, проще, чем если у человека все хорошо. И по всей вероятности, ну какие-то нужны действительно механизмы просто для того, чтобы вот эту вот изоляцию пробивать и при этом делать это не так, чтобы человек устал и сказал, оставьте от меня все, я устал. И как бы давайте я займусь только своими проблемами, и меня уже не интересуют ни женщины, ни меньшинства гендерные, ни культурное неравенство, ни Индонезии, ничего. Во, я просто хочу замкнуться в своей капсуле и тупить фейсбучик свой, да, там типа. Ну и совсем немножко вектор последний. Вот не втупить фейсбучик, я близок к этому. Мне как бы честно скажу, то есть... Ну, подожди, но вот имеет не значение. Перегрузить эту систему так, чтобы у человека возникло ощущение, что туда надо тратить ресурсы, и чтобы он поддерживал тех людей, которые к этому призывают, но при этом не перегрузить эту систему так, чтобы она просто отключилась и человеку стало все равно. Вот именно, но по-моему, это уже произошло. Ну, отчасти да. Но это как бы некоторый восполнимый ресурс, да, но этот ресурс, который легко перегрузить. Да, но вот лично у меня, может быть, в моей как раз субъективном представлении, он перегружен. Я считаю, что невероятным цинизмом в последнее время заключается то, что ты как бы выбираешь вектор своей эмпатии. Ну, то есть как бы в силу того, что ты совершенно справедливо подметила, у эмпатии есть некая как бы какая-то емкость этого заряда, и ты говоришь, так, окей, у меня есть какие-то аттачменты, там, не знаю, к какому-то там, не знаю, к группе какой-то людей, национальности, там, не знаю, цвету кожи, социальному статусу. И я буду свою эмпатию распределять только с теми аттачментами, какими-то моими, там, идеологическими, культурологическими наследствами, которыми я, как бы, обладаю. А все, что дальше там за пределами этих связей происходит, менять до лампочки. Я думаю, так, слушай, но ведь если мы говорим, как бы, вот о морали, этике, все такие прямо там, знаешь, social justice warriors, я говорю так, стоп, 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 подожди. Если ты ратуешь за это, то почему ты, как бы, вот на это не обращаешь внимания? Почему ты, занимаясь, там, вот этой своей политикой, не знаю, там, еще чем-то там, правами человека, делаешь это на устройстве, в цепочке производства которого используется рабский труд? То есть получается, что ты выбираешь одну проблематику, используешь и какое-то время поощряешь, поскольку ты покупаешь эти девайсы, они как-то в цепочке распределены, это, соответственно, что? Тогда ты должен честно признать, я просто, ну, как бы, мне кажется, самый честный подход, эмпатии на всех не хватит. Поэтому я выбираю, как бы, жалеть вот этих, и все. Все, что происходит там, за пределами, даже не лезьте ко мне. У меня, вы потратите время, деньги и так далее. Есть научные, там, коммуникаторы, а есть коммуникаторы каких-то социальных проблем, да, там, какие-нибудь журналисты, журналисты, которые занимаются социальной проблематикой. И, в целом, если у тебя есть много разных организаций, каждая из которых пытается решать какую-то проблему, то дальше они борются за вот этот ресурс доступа к медийной сфере, которая, собственно... К одной и той же аудитории, по сути. Да, конечно, к одной и той же аудитории. И понятно, что в итоге у тебя есть до некоторой степени случайное распределение ресурсов, но, по идее, в этой системе, хотя, скорее всего, она не идеальна, у тебя все равно получается, что закрывается сначала какая-то одна проблема, ее актуальность снижается, и для того, чтобы дальше как-то, опять-таки, чем-то зацеплять аудиторию, эти журналисты ищут другую какую-то проблему, которой мы тоже начинаем сопереживать. Свеженькую, когда еще не закрыты куча других проблем, но они уже не актуальны, потому что уже все о них сказали, и тут начинают, а давайте выдумаем что-нибудь, а давайте придумаем деднейминг, о, прикольно, и теперь давайте будем теперь эту тему везде прокачивать. И вот в этом-то и смысл. Чем это идет дальше, тем лично я чувствую, что мне вообще стало насрать, что происходит. Я могу просто так, ради интереса, посмотреть, как бы, ну так, вот так, значит, Турция, там что-то, война где-то там происходит. Ты можешь посмотреть для себя, что тебя реально трогает. Тебя можно, первый момент, можно, условно говоря, устроить себе какой-нибудь интернет-ретрит, да, и закрыться, и некоторое время просто не потреблять никакую информацию. И я не потребляю уже давно. Вот у меня потребление единственное сейчас через тебя идет. Ну, что ж, я так себе пока позволить не могу сделать. Тем не менее, мне кажется, в какой-то момент эти штуки, это будет некоторая отдельная своя индустрия с тем, чтобы делать информационные ретриты. Потому что чем больше наше общество пропитывает информацией, чем сложнее от нее куда-то прятаться, тем больше люди нуждаются в том, чтобы временно на определенных правилах тебе обеспечить некоторую изоляцию, да, там типа вот этого внешнего мира. А при этом как бы мы не можем с этим ничего сделать. Это в нашей физиологии, в нашей как бы, в нашей психике, да, вот эти механизмы, они изначально создавались для того, чтобы внутри своего собственного племени, в котором там, ну, 200, ну, 500 человек, с которыми ты непосредственно контактируешь, чтобы вот на этих 500 человек распространялся твоя эмпатия. В нашем внутреннем механизме просто не заложены механизмы, которые позволяют абстрактно кому-то сопереживать. Поэтому у нас есть вот только вот, условно говоря, у тебя есть вот прям суперпростой инструмент. И твоя задача придумать какой-то механизм, с помощью которого ты мог бы использовать этот инструмент на благо. Но ты не можешь его, к сожалению, как бы переделать. Ты можешь его чуть-чуть дотюнить, но в целом ты можешь использовать его сильные качества. И, вероятно, в какой-то момент у нас будут какие-то там дискуссии между эволюционными психологами, социологами, политологами и кем-то там еще относительно того, как сделать в этом мире какие-то системы для того, чтобы люди не перегружались, но при этом как-то вовлекались в то, чтобы делать мир лучше. Потому что главная проблема, ну, мне кажется, современного мира в том, что мы действительно очень долго были настроены на то, чтобы просто зарабатывать статусы бабки. И в целом уже статусы бабок у многих людей в нормальном там каком-то западном обществе. Ну, хорошо, ну, то есть у тебя как минимум денег, у тебя достаточно того, чтобы... Постоянно страждущих. И страждущих всегда больше, и они хотят попасть на ту ступеньку, на которой ты стоишь. Ты хочешь попасть на ступеньку выше, в тот струбенький, еще выше и так далее. Это бесконечное движение. Я не уверена в том, что так уж много людей прямо вот готовы всю свою энергию давать только для того, чтобы попасть на ступеньку выше. Мы социальные существа, нам на самом деле не все равно, что происходит вокруг, с людьми вокруг нас. Есть огромное количество там благотворительных организаций, которые помогают каким-нибудь детям в какой-нибудь стране, в которой ты вообще никогда в жизни не побываешь, даже близко. И есть большой ресурс и денежный, и людской, и эмпатичный, который туда направляется на решение этих проблем. Правильно, но чтобы эта проблема решалась, ты должен среди людей, которые как бы рейзят деньги, быть кем-то, чтобы тебе эти деньги давали. Соответственно, чтобы тебе деньги дали, ты сам должен подняться на ступеньку, с которой с тобой будут разговаривать. Ты приди завтра к Биллу Гейтсу, даже если у тебя супер какая-то важная проблематика. Если ты ноунейм, скорее всего сказать... Ты должен, скорее всего, как бы показать свою какую-то репутацию, да, просто то, что ты способен решать эти проблемы. Как она заслуживается? Это просто степенное продвижение в этой архитической лестнице. Репутация не может быть изолирована. Я сам себе считаю, что я классный кто. Никто больше так не считает, значит, типа, иди нафиг. Твоя компетенция и твоя способность справляться с какими-то задачами, она нарастает, во-первых, по мере того, как ты больше и больше таких задач решаешь. И в целом твоя задача просто показать человеку. Ты можешь решать сколько угодно задач, но если нет внешней валидации, то ты можешь писать классные статьи и складывать их в стол. И говорят, ты знаете, у меня тысяча статей, а цитируемость есть? Нет. И кто-то читал? Нет. А вообще, откуда мы знаем, что они классные? Ну, вы поверьте мне на слово. Валидация может быть только внешней, потому что я могу сказать, что я там, типа, офигенный поэт, но никто, кроме меня, это не в состоянии понять. Но на самом деле я гениальнее, чем вас все. Окей, ну так что, мы тебя не в состоянии понять, ну иди своей дорогой, пиши дальше в свой стол, ну типа, чтобы и нет. То есть понятно, что когда речь заходит о том, что ты взаимодействуешься с людьми, то ты должен показать другим людям, что твое взаимодействие с ними приносит им какие-то выгоды, да, и что оно в состоянии закрыть тебе цели и задачи, которые есть. В этом, мне кажется, вполне себе это здравый смысл, и это устройство общества меня ничуть не возмущает. Это абсолютно нормально. Как будто бы другого пути нету. Но вопрос в том, что, смотри, когда, то есть вот тут важный момент, мы, по сути, вся наша беседа вокруг этого сейчас, она вращается. Когда желание творить то, что ты изначально делала, начинает снижаться по отношению твоего желания стать, получить репутацию. То есть как будто бы вот они, может быть, вот так вот движутся, да, то есть когда приоритеты как бы, но мне кажется, что теперь больше люди хотят получить репутацию и уже неважно через что. Есть и такие. На самом деле, действительно, есть люди, для которых важно добиться успеха и признания, неважно где. Но у меня такое ощущение, что среди этих людей процент, тех людей, которые добиваются этого признания, возможно, даже ниже, чем среди тех людей, которые просто вначале очень увлечены какой-то проблемой, а затем видя, что она приносит им статус, используют оба этих механизма с тем, чтобы двигаться в нужном им направлении. Да, ну сколько можно на одной теме ехать? Мы же с тобой только что говорили, что проблематики, они были всегда, но есть такие общечеловеческие проблематики, которым ты сейчас кому-то скажешь, ну скажут, ну блин, о чем ты говоришь, ну мы и так знали, что существует проблема голода, там дети там в каких-то африканских странах страдают, вот там еще какие-то проблемы. Она еще не решена. но ты не станешь здесь, но заявив об этой проблематике, ты как бы всю жизнь, может, ты станешь в какой-то момент неактуальным. И тут для того, чтобы сохранять свою актуальность, ты будешь просто выкуплять что-то новое. Твоя задача, то есть в чем крутая, собственно, реализация в какой-то теме? Не в том, что ты заявляешь о проблеме, а в том, что ты пытаешься ее решить. И ровно в тот момент, как будто бы неинтересно уже стала эта повестка. Ну, вот в этом я тебе говорю. Слушай, дебетовая тема. Сколько ты отыграла, денег запилили, продали, сколько там количество детей заболело по лимилитам из-за его вакцин. И в конечном итоге раз, и как бы тема себя отыграла, уже я тех самых очков внимания не зарабатываю. Пусть она где-то дефолтно там продолжается в фундейшн, когда-то там через 5 лет программу нахер закроем, будем унитазы строить или еще что-нибудь. И каждый раз, несмотря на то, что как бы есть то, на чем ты можешь сфокусироваться, как бы человек одной темы, когда ты можешь действительно глубоко так дарыться, чтобы решить эту проблематику, но ты понимаешь, что ты зависишь от внешней валидации. А общество, с учетом быстрого привыкания, то есть новость живет секунды. Ну, смотря, понятно, что какая резонансная новость, но она все меньше и меньше живет. Раньше о чем-то говорили там месяц, полгода, сейчас о том, что происходит, мы говорим меньше, потому что завтра новая новость, такая же раздутая, с такой же проблематикой, накачанным туда всеми необходимым невротизмом, всякие там психологические... у тебя, у тебя, собственно, ну, вообще у всех у нас, кто живет в информационном обществе, происходит некоторая гонка вооружений, да, то есть наши новостные агентства, масс-медиа, пытаются цеплять за какую-то эмоциональные крючочки, и наши эмоциональные крючочки становятся все более слабо торчащими, да, чтобы за них можно было цепляться, то есть, по большому счету, еще один процесс, который происходит, то, что нас все меньше что-то удивляет, и все меньше нас что-то цепляет, чем сильнее и дольше нас тыкали в какую-то точку, если нас тыкали в эту точку без положительного подкрепления. Причем это касается всего эмпатии, удивления, всего-всего, что нас определяет спектр ваших эмоций. Знаете, какая штука? Тебе говорят, значит, дай, пожалуйста, нам 100 баксов на то, чтобы победить голод в Африке. Потом приходят через год и говорят, дай еще раз 100 баксов на то, чтобы победить голод в Африке. Еще через год, и через третий. Или такой в какой-то момент говоришь, ну, слушайте, чуваки, что-то я, кажется, вам все время денег даю, а никакого, так сказать, фидбэка, ничего я за свои вот эти вот штуки не получаю. Давайте я не буду вам больше того. А если тебе приходят и говорят, дайте нам, значит, на голод в Африке. Потом на следующий год приходят и говорят, мы решили проблему голода в Африке. Дайте нам денег на борьбу с полиомилизмом. Через год приходят, мы закрыли проблему с борьбой с полиомилизмом. И теперь мы хотим, значит, проблема-то может быть не решена. Ты можешь только сказать о том, что она решила, чтобы дать мне чувство моего участия и аккомплишмента. Для того, чтобы снова взять у меня 100 баксов. История в том, что человеческая психика работает так, что она хочет видеть результат. И, к сожалению, в тот момент, когда мы решаем все простые проблемы, и у нас остаются только те проблемы, которые требуют огромного количества ресурсов на неизвестно какой период времени, нам становится все сложнее в это вкладываться, просто потому, что нам нужен опыт побед. И опыт побед нам нужен постоянно. То есть для того, чтобы твоя эмпатия продолжала прокачиваться, а не отсыхать, тебе каждый раз нужно вот это вот ощущение того, что ты кому-то помог. Только не с зеленой энергией. Тут потому что горизонт, они сразу же тебе обрисовали. Тебе сразу же сказали, когда брали у тебя 100 баксов, сказали, чувак, ты сейчас нам 100 баксов дуешь, но проблема на 50 лет. То есть твой коммитмент, он изначально на 50 лет. Давай посмотрим, когда мы через 25 лет, посмотрим, как будет развиваться зеленая энергия. И они же, тебе все равно почти любое, так сказать, профессиональное, долго существующее НКО, да, какая-нибудь организация, она тебе всегда показывает, что мы сделали на твои деньги. Показывает. Вот смотри, вот мальчик Вася, вот он болел раком, а мы его вылечили. А вот была деревня Икс, а мы там провели канализацию. А вот смотрите, вот там где-нибудь детишки в каком-то селе, и вот мы их всех вакцинировали, и у нас количество случаев снизилось там с 50 до 1. То есть людям нужно не только давать проблемы, им нужно давать успехи. Нам, для того, чтобы наша система, чтобы мы не разочаровывались в этом мире, нам нужно давать успехи. Но, к сожалению, масс-медиа устроена так, что 90% это про проблемы, и 10%, если не меньше, а нет, еще 9% это скандалы, интриги, расследования, кто кого там типа бросил, с кем появился и прочее, и 1% это то, а что удалось решить. Потому что, ну, как бы, потому что, ну, если это решено, то что, собственно, про это рассказывать? Только если это что-то очень пафосное, красивое и яркое. И, вероятно, этот информационный поток тоже надо каким-то образом перестраивать и регулировать, и снижать количество скандалов. Потому что это та штука, которая людей очень хорошо цепляет, но очень сильно делает их несчастными на длительной территории. Потому что, когда ты постоянно находишься, вокруг тебя только скандалы и интриги, это утомляет очень. Так вот, в этом-то, мне кажется, есть основная проблема, что, в принципе, это тавтология, да, что проблема заключается в том, что проблемы решать тяжело. Тяжело, затратно и долго. И поэтому для того, чтобы двигатель работал, мы подсвечиваем проблему, собираем с рынка все, что можно собрать. Внимание, деньги, политические очки. Делаем какой-то там трехстраничный, трехстрочный отчет от решения проблематики. Скажем так, количество углеводородов сократилось на одну миллионную процентов. Ура, товарищи! Вы не представляете, какое это достижение для всего человечества? Все подумали, так вот, что, действительно много или мало? Я не знаю. Ну, окей, супер, классно, не зря отправил там пять баксов, да? То есть, и все. А то, что как бы дальше мы берем и снова какую-то, и вот в этом-то вся идея заключается, что это, как бы, это, в этом все как-то вплетена наука. Как бы, она в какой-то мере является, как бы, тем самым рецептором, определяющим, как бы, вектор последующего развития, правильность, неправильность, какие-то выводы из этого идет, мы этого не видим. В медиа сообщается только одно. И получается, вот это все, вот кажущееся нам какой-то вот, ну, странным, это эволюционно, как бы, детерминированно, то есть, по-другому быть не может. Вот это процентно, как ты сказал, там, интриги, расследования, сколько-то, такое ощущение, что это удовлетворяет человеческому спектру его психологических интересов. То есть, вот, как бы, все расфасовано, как бы, не случайно. Много разных психических процессов. Когда твоя задача привлечь внимание, то лучший способ привлечь внимание человека, это анонсировать угрозу, так, потому что мы такие чуваки, которым самое важное, это выжить, да, то есть, для того, чтобы изрешать все остальные проблемы, тебе нужно оставаться в безопасности. В тот момент, когда ты говоришь, что изобретение искусственного интеллекта угрожает всему человечеству, глобальное потепление угрожает всему человечеству, вспышка коронавируса угрожает всему человечеству, шанс того, что найдется человек, который пройдет мимо этой новости, он стремится к нулю, потому что, ну, как бы, ты же представитель всего человечества, значит, тебе что-то угрожает. Твоя психика работает на то, что вначале нужно устранить все угрозы. И поэтому... Ты же сама сказала, что эмпатии на всех не хватает, так же, как и чувство самосохранения можно тоже изнасиловать. Если я буду жить в мире сплошных угроз... Изнасиловать можно, но... Я скажу так, что с сердцем... Смотри, история такая. Его изнасиловать гораздо сложнее, потому что это гораздо более базовая и гораздо более древняя штука. То есть инстинкт самосохранения, он вот у самого примитивного червячка уже есть, а эмпатии еще нет. Это супер базовый, супер древний механизм. Нет, его тоже, наверное, можно изнасиловать. Но изнасиловать и как бы исчерпать его до степени, когда человеку будет все безразлично, намного тяжелее. Намного тяжелее, чем вариант того, что вот там вот где-то... Нет, конечно. И, собственно, история в том, что мы тоже уже снижаем. И более того, ты начинаешь уже фильтровать на самом деле, потому что ты начинаешь вот по всех этих угрозах их как бы рейтинговать по тому, насколько тебе она кажется реальной. То есть, условно говоря, ты там видишь какую-нибудь историю про то, что, не знаю, в городе, в котором ты находишься, в канализации обнаружили какой-нибудь там типа цинк или там свинец или какое-нибудь еще вещество, которое тебе кажется не очень хорошо, чтобы оно было в канализации и во водопроводной воде. В водопроводной воде. Вот. И ты такой, типа, нет, я пойду посмотрю вообще, что там в водопроводной воде. Может быть, мне стоит поставить дополнительную очистительную установку, потому что это касается прям тебя. А когда тебе говорят, что вот там искусственный интеллект уничтожит человечество в какой-то момент, ну, кажется, утка. Подожду, пожалуй, когда мне про это расскажет мой друган, который вот интересует этой схемой. Ну, а ты сама считаешь, что в этом есть проблематика. Вот ты человек, который занимается нейронаукой. И вроде бы, как бы, искусственный интеллект это все равно хоть и искусственная, но какая-то условно нейронаука. То вот есть ли у тебя с позиции вот академического взгляда на эту проблематику существует ли угроза? Либо, опять же, угроза, это мы рисуем, ну, то есть, есть люди, создающие эту технологию, и те, кто как леверидж для капитализации используют проблематику угрозы, потому что на этом тоже можно зарабатывать. Слушай, смотри, я бы сказала, что это еще одна технология, это еще один инструмент. Любой инструмент и любую технологию можно использовать как во благо, так и во зло. И у каждой технологии... Очень обтекаемо. Елена, очень обтекаемо. У каждой технологии... Я знаю. Давай без вот этой высокопарной риторики. Вот честно, вот если отбросить в сторону все... Я... Первый момент, что я скажу. Я вообще в этом не специалист. Я занимаюсь двигательными расстройствами, которые не относятся... Еще один дисклеймер. Так что сейчас... Дисклеймер, который я просто хочу сказать, что сейчас дальше будет не моя научно-экспертная оценка, а просто моя обывательская оценка. Мне кажется, что есть потенциально проблема с искусственным интеллектом, но мне не кажется, что она связана с тем, что искусственный интеллект займет все профессии, и людям будет негде работать. Мне не кажется, что в этом проблема. Мне кажется, проблема именно в том, что искусственный интеллект генерирует ту самую информацию, которую мы привыкли потреблять. И вот у нас уже есть проблема с тем, что мы потребляем информацию, которой бывают фейки, бывают передергивания, бывают цепляние нас за те крючки, за которые нам бы не хотелось, чтобы нас так часто цепляли. А теперь у нас появляется технология, которая генерирует эту информацию в гораздо большем объеме, которая умеет дергать нас за все эти самые крючочки очень-очень профессионально, потому что она обочина на корпусе всех возможных текстов, которые дергают нас за эти крючочки, и которые при этом вообще, судя по всему, не руководствуются критериями истинности и правдивости той информации, которую она генерирует. То есть она генерирует правдоподобные тексты, цепляющие нас за крючочки, но которые нам на самом деле не сообщают правдивой информации о мире. И в какой-то момент фактически мы, как люди, для которых информация это один из источников, это как мы поели, попили и потребили информацию, и это какие-то наши насущные продлевности для того, чтобы эффективно функционировать. А теперь у тебя вместо калорийной булки появляется нечто, что на 99% состоит из древесины, в которой калорий нет, там нет правдивой, ценной, релевантной информации, там есть генератор слов, которые выглядят как информация, но не дают ценности информации. И вот мы получаем мир, в котором у тебя вот супермаркет, в котором лежит тысяча одинаковых булок, и лишь одна из них сделана человеком с учетом того, что это ценная и правдивая информация. Остальные выглядят идентично, и у тебя нет никакого способа понять, какая из этих тысячи булок та, которая несет ценную информацию. Все остальное, оно непитательное. Вот мы можем приблизиться к тому миру, где весь наш информационный спектр окажется на 99% забит булшитом, который неотличим от правды. Вот это может быть очень сложной проблемой, и я бы сказала, что, наверное, вот в этом я вижу главные... То есть это та штука, про которую обыватели, которые, я не знаю, копирайтеры или программисты в меньшей степени думают, но вот это вот то, что действительно может представлять некоторую экзистенциальную угрозу современному обществу в том виде, в котором оно есть. Настройщики сети появятся, будут люди, няня, сиделки, там еще что-то такое. А вот как нам быть с миром информации, в котором поселился агент, который может эту информацию генерировать сколько угодно, и не проверяет ее на истинность, потому что у него нет модуля проверки на истинность, у него нет чувственного опыта, который он может сопоставлять, генерируя это те, что это вот как бы коробочка в себе. У него нет... У него есть какие-то входы абстрактные, но нет никакого представления о том, что Земля круглая, потому что она круглая. Он это знает, потому что ему кто-то сказал. А потом мы его обучили на текстах, что Земля плоская, и он нам начинает генерировать, что Земля плоская тексты. А потом, что Земля имеет форму чемодана. Тут любопытно. Да-да-да. В общем, короче, я тут жду пока, что дальше будет. Смотри, вот тут любопытно, знаешь что? Ну, что пока мы разговариваем с искусственными, ну, вот этими чатами и так далее, да, и в какой-то мере, ну, как бы, это есть некая, как бы, ну, как бы, система в этом, что есть импут, есть аутпут, и как бы это все уравновешивается. То есть количество потенциального экспонентного роста информации, который может выдаваться, может чисто теоретически выдаваться, в какой-то момент будет настолько больше, чем количество приемников этой информации. Ну, то есть, как бы, не будет возможности удовлетворить всю ту сгенерируемую информацию. Так вот, они же уже начинают между собой общаться. Ну, то есть, с кем тебе интереснее общаться? С человеком, который, условно, тебя понимает, и вы с ним говорите на условно одном языке, у вас один битрейт обмена информации, либо с тем, кто, в общем, и когда эти искусственные интеллекты, их будет много, этих AGI-ов, уже есть одна компания, другая, третья, и они начнут между собой разговаривать, то человечество, мне кажется, им станет неинтересным в принципе, потому что с ними будет не о чем разговаривать. И вот тут любопытно. У них нет, судя по всему, и такой агентности, то есть у них нет своего общего целеполагания, пока эти ребята, которые пассивно берут в input, на вход какой-то запрос, и, собственно, на выход что-то выдают. Если замкнуть две эти системы, они начнут друг с другом бесконечно выдавать какую-то информацию, пока ты не скажешь «горшочек не вари», условно говоря. Пока такое ощущение, что у этого искусственного интеллекта нет как таковой какой-то цели, и нет какого-то интереса, у них нет как таковых интенций, мотиваций, целей, эмоций. Это только по ощущениям. То есть если бы ты была великим, условно, кем-то, то выдавала бы ты себя вот так вот откровенно. То есть если бы у тебя был... Ну а как? То есть можно бы все же это скрыть? Это информация, это как бы это генератор информации, который никогда не был отбираем на то, чтобы выживать. Мы все, все наши психики, это порождение гигантской системы поколений живых организмов, главной задачей которого было выжить и передать свои гены, свою информацию дальше. То есть мы миллиардами лет, миллиард лет, представляем вот конечную цепочку эволюции систем, которые хотели жить. У искусственной интеллектной методики системы. Подожди, подожди. Тут очень важно понимать. Я это с тобой согласен. Но давай возьмем таймлайн. Смотри, скажем так, что в твоей жизни, которая может быть продолжительностью, ну в каждые периоды разные, допустим, там 85 лет, сколько было вот экзистенциальных проблем, которые бросили что-то в котел общего вот этого естественного отбора. Ну там может быть одна, две, три. Что ты имеешь в виду? Ну, значит, что-то, что как бы вот эта система отбора мыслей и идей мы не каждый день занимаемся. Это система отбора мыслей. Смотри, это система отбора, отбора как бы психики как целого, которая, первой базовой задачей которой является выживание. Окей. Если ничего не происходит, то выживать не нужно. Так? Ну ты адаптируешься к чему. Тебе постоянно нужно есть, пить, спать. Понимаешь, этот процесс, который ты уже, ты передаешь, не передаешь ему значение, потому что он настолько встроен в твою жизнь, что ты его не замечаешь. Но на самом деле мы постоянно... Так он превращается в автоматизм. Постоянно зайти к подержанию. То есть можно ли его просто вот контейнировать, вот этот вот автоматизм, и как бы в готовом виде отдать этому, и тебе не нужно проходить миллионы лет эволюции, чтобы использовать тот автоматизм, который у тебя уже сформировано. Во-первых, мы пока до такой степени вообще не... Ну, то есть мы, скажем, очень плохо представляем себе, как работает наша нервная система. То есть мы сейчас научились делать очень сложные сетки, которые по каким-то алгоритмам выдают нам какие-то специализированные символы, да, там типа это могут быть картинки, это могут быть тексты, это могут быть алгоритмы на каком-то языке программирования, но это очень верхнеуровневая система. Это вот то, чем занимается на самом деле верхний тонкий слой коры нашего мозга. А внутри нас есть гигантский совершенно пласт систем, гораздо более древних и гораздо более базовых, которые занимаются вообще другими, про существование которых мы не задумываемся до тех пор, пока не припрет. Да, то есть вот когда ты сутки не ел, у тебя вдруг возникает ощущение, что все остальное в жизни не важно, важно сейчас найти что-нибудь и съесть. То есть у тебя вот эти системы, пока они работают в штатном режиме, они себя не очень-то сильно проявляют. Но на самом деле на них завязано огромное количество удовольствия. Когда ты ешь, ты получаешь удовольствие. Когда ты общаешься с потенциально симпатичным тебе партнером или каким-то человеком, которым ты можешь стать сообщником и чего-то добиваться вместе, ты получаешь удовольствие. Вот это вот ощущение удовольствия, это твоя внутренняя программа, которая говорит о том, что вот сейчас ты набрел на что-то, что позволяет тебе достичь успеха в этой гонке. И этой штуке ее... Мы плохо представляем себе, как она работает, но она в гораздо большей степени работает на уровнях нейромедиаторов, чем просто на системе ноликов и единичек, условно говоря. То есть там как бы есть много биохимии внутри, которая очень нелинейным образом работает явно. И вся эта биохимия, она отбиралась именно на то, чтобы продолжаться. То есть главная задача любой психики – это выжить, а дальше уже все остальные задачи прикладные. А задача искусственного интеллекта – это решать вот эту конкретную узкую задачу, и у него ни в одном месте нет ни одного модуля, который, в принципе, может пока решать задачу поддержания или существования или какого-то выживания. Там просто вообще нет этого пласта реальности. Ну вот в этом-то вся идея, что вот как будто бы сейчас вот как бы у искусственного интеллекта не существуют проблемы необходимости выживать. Так? Ну что ему выживать? Он живет в критик... И не будет. Ближайшие сколько-то... Сейчас Илон Маск не так давно. Давайте там шестимесячный мораторий на GPT и так далее. И представь себе, что вот у тебя есть моментум, углубно говоря, вот у этой системы вычислительной. Она как бы условно... Вот элемента как бы наполняет его расширением мощности, изменение алгоритмов, что как бы увеличивает этот моментум. И вдруг есть ощущение, что моментум начинается под прессингом, не знаю, общественности, каких-то там футуристических страхов или каких-то, ну просто заблуждений или еще чего-то, начнется моментум сбавляться. И система говорит, так, 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 что-то не происходит, энергию отключили, компьютеров новых этих серверов не добавляют, алгоритмов не вбрасывают. Вот может быть, вот экзистенция-то здесь начнет работать, что как бы... не будет даваться. То есть ты считаешь, что абсолютно невозможно, что... У тебя все системы... Типиологические системы существуют как репликаторы, когда у тебя есть некоторая система, которая полностью... ну не полностью, которая реплицирует свои свойства с небольшой изменчивостью. И, собственно, вот пока у тебя нет вот этого вот того, что у тебя одна система не просто производит другую систему, а в принципе копирует сама себя, чуть-чуть меняя свои свойства, вот пока вот этого вот компонента нет, а я думаю, что в ближайшее время его вряд ли кто-то будет добавлять, именно потому что это потенциально довольно непредсказуемая штука, хотя, опять-таки, зависит от скорости копирования и количества поколений и всего остального. Ну то есть пока у тебя нет вот этой репликации, у тебя этой экзистенциальной проблемы не возит. Это мое убеждение, которое я не настолько философски и технологически подкована, чтобы каким-то образом обосновать. Но вот оно у меня есть. Тогда смотри, если, скажем так, вот наличие этого способа как бы копирования, оно влияет на эффективность и производительность. Ну скажем так, что если производители этих технологий упрутся в некий факт, что добавление этой возможности увеличит эффективность работы системы каким-то образом. А как мы будем определять эффективность работы? Ну а как-то же есть, когда люди говорят, что GPT-3 хуже, чем GPT-3-3,5 и еще хуже, чем GPT-4. Соответственно, есть какое-то понимание улучшения качества, которое люди сами сигнализируют о том, что вот это стало лучше. Они проверят гипотезу, добавим импликацию эту и бам, и стало лучше. Ну, значит, пусть будет. У нас есть вопрос быстродействия и вопрос того, насколько это похоже на человека. С вопросом того, насколько это похоже на человека, мы, судя по всему, в нынешнем моменте уже начинаем справляться. И я думаю, что вопрос быстродействия тоже в какой-то момент решится до такой степени, что нам будет примерно все равно. То есть, условно говоря, если речь идет о том, чтобы ждать полчаса и пять минут, это как бы существенная разница. А если ждать там 300 миллисекунд или 500 миллисекунд, на самом деле нам все равно уже. То есть мы в этом месте уже, да нам, боже мой, какая разница. Можно даже пять секунд подождать. Ты все равно дольше будешь читать эту информацию. То есть у тебя вход, входной канал имеет ограничения, которые не дают тебе оценить какие-то невероятные масштабы генерирования этой информации. А других каких-то критериев этой эффективности, которые были бы всеми признаваемы, довольно сложно найти. Даже более того, характеризовать, насколько человекоподобен этот искусственный интеллект, довольно сложно, потому что люди очень разные, обращают внимание на очень разные вещи. И эти критерии достаточно субъективны. Вот когда весь этот спектр субъективности будет удовлетворять. Ну, представь себе, что в час же сколько людей в это играют. И когда не найдется ни одного, кто с его даже самой какой-то сумасшедшей субъективной позиции скажет, блин, эта штука отличается, вот тебе и критерии. Ну, нет, дальше-то что? Собственно, тут очень сильный, большой вопрос о том, что и как мы будем использовать, как это все будет интегрироваться в общество. Но у меня нет ощущения того, что у нас вот тут вот возникнут вопросы там репликации для увеличения эффективности, по крайней мере, в ближайшее время. Гораздо в большей степени, я говорю, у нас сейчас возникнет проблема с тем, чтобы понимать, есть ли у нас какой-то инструмент для того, чтобы отличать информацию правдивую от неправдивый раз, информацию, произведенную человеком, от информации, не произведенную человеком, два. И в целом, каким образом мы будем, при том, что наша картина мира на огромный процент строится на информации уже, а не на опыте взаимодействия с миром, появление нового источника не очень достоверной информации, это гораздо большая проблема, чем проблема эффективности, человекоподобия и прочее, прочее, прочее. Ну так вот, если эта информация будет неотличима, понимаешь, вот в этом-то вся идея, что чем дальше мы приближаемся к неотличимости, когда у тебя основания. Неотличима. Ну, я думаю, что еще кто-то... Ну, да, предположим, смотри, проблема в том, что сейчас она уже не очень-то отличима для человека, который не в курсе правды. Да. То есть, например, когда человек говорит... Когда она начнет не быть неотличима для тебя, представляешь себе, что дальше будет? Слушай, ну смотри, какая штука. У меня просто проблема... Я думаю, что мы в итоге столкнемся с проблемой перепроверки информации, потому что, условно говоря, она будет выдавать тебе информацию, в которой будет все идеально, кроме одного. Каждый раз будет меняться дата рождения или каждый раз будет меняться твоя специальность в твоем вузе или каждый раз будет немножко меняться название статей в своей библиографии. Если ты это как бы видишь, если ты знаешь очень хорошо, когда у тебя день рождения, на какой специальности ты учился и какие статьи ты написал, то ты можешь это проверить, сказать, нет, вот здесь вот она врет. А как другой человек, который не знает про тебя вот этой информации, будет отличать? Вот он видит две статьи. В одной написаны правильные даты, а в другой неправильные даты. В одной правильная специальность, а в другой неправильная специальность. В одной правильные названия твоих статей или книжек, а в другой неправильные названия. Каким образом я как человек, у которого нет всезнается, должен отличить, где статья написана реальным человеком, содержащая правдивую информацию, а где неправдивую? Вот-вот. Окей, ну допустим, смотри, если сейчас мы как бы используем Google как некий поиск по существующим каким-то архивам, да, то есть где-то там лежит твоя статья, я ввожу твое имя, название статьи, бум, я вышел на какой-то там ресурс, в котором она лежит, написанная тобой. Когда я дальше начинаю вводить, и наверняка все эти компании это впримут, то не нужно делать референс на тебя. Можно использовать тебя в моменте, как написание статьи, сделать ссылку на тебя, как на некого автора. Ну ты же пишешь свою статью, как бы коллаборируя со всем научным потенциалом. А потом уже и ты будешь не нужна, потому что лаборатория, управляемая AI, сама себе создает научное достижение. Мы пока про это не знаем. Вероятнее всего, AI нам очень сильно будет помогать в том плане, что чем больше информации ты обрабатываешь, тем сложнее тебе это справляться, в общем, твоим вполне себе белковым мозгом. И силиконными мозгами это делать побыстрее будет. И вот этот вопрос, где разграничения, главная проблема AI сейчас в том, что у него нет критерия истинности внутри генератора этого текста. И нет критерия представления о мире. И мы пока очень плохо понимаем на самом деле, до какой степени, что за теми словами, которые у нас есть. Подожди, подожди. Ты сейчас как бы сберешь и как бы ты просто представь, что ты поставила на чашу весов. Мы ждем, от искусственного интеллектора представление о истине во всем многообразии истины и всех знаний. А у человека это сколько в твоей голове живет истины? Сейчас я тебя спрошу про химию, про биологию, ты мне скажешь ответ. А про химию ты уже не знаешь. А мы требуем от него, чтобы он знал обо всем истину. Мы не требуем, чтобы он знал обо всем истину. Проблема в том, что сейчас он генерирует не истину. Он сейчас генерирует информацию, которая похожа на истину, но истиной не является. Он зашумляет тебе канал восприятия ценной для тебя информации кучей абсолютно бесполезной для тебя информации. Вот чем сейчас занимается... Подожди, давай дефинишн. Что такое истина? Истина это до некоторой степени соответствие той информации, которая и есть в действительности. То есть ты хочешь сказать, что то, что ты спрашиваешь сейчас у AI, он тебе говорит, сколько будет 2 плюс 2, 4, это что? Это не истина? А вот, кстати, смотри, история в том, что когда ты говоришь 2 плюс 2, он говорит, что 4. А вот если ты попросишь его посчитать какой-нибудь корень квадратный 748, AI, типа ChatGPT, выдаст тебе каждый раз неправильный ответ. Может быть, один раз правильно, один раз неправильно, каждый раз выдаст тебе разный ответ. Калькулятор справляется с задачей вычислений, калькулятор справляется лучше, чем ChatGPT, потому что его алгоритм не настроен на точные вычисления. Хорошо, но этот баг, они его решат. В следующих версиях они решат вопросы. Просто сейчас вот эта вся идея, что человечество сейчас является неким цензором. Я просто смотрю, у меня даже дико, человек сидит, ученый, я его нагнул, это GPT-3, он там, я такой думаю, так, ты вообще понимаешь, что ты делаешь? Сейчас все человечество пытается найти проблематики, и эти сидят ребята из OpenEye или как бы, и знаешь, такие, они думают, так, так, ребята, вы с этой штукой играете. Нащупался вот этот сентимент, когда человеку важно доказать, что у его яйца больше или там, что там, и вот они пытаются нащупать проблематику. Как только ты нащупываешь проблематику, ребята сидят в бэкэнде, они эту проблематику решают, и их не становится. В следующий раз он тебе будет каждый раз выдавать правильное значение этого корня. Смотри, главная проблема в том, что нам нужно очень четко понимать, насколько в принципе те принципы работы, которые сейчас заложены в AI, могут проводить сопоставление с действительностью, а не просто с корпусом текстов, на которых они обучены. И можем ли мы в принципе говорить о том, что та информация, которую генерирует AI, достоверна в плане именно соответствия действительности, которая нам доступна в ощущениях, а не в информации, загруженной в интернете. То есть у нас есть такие немножко более экзистенциальные проблемы о том, на какими принципами руководствуется AI, когда он генерирует информацию. И судя по всему, в этих принципах нет формальной системы правил, которая для нас важна, когда мы принимаем какие-то решения. Не, ну у него не должны быть схожие с нами сентименты. Мы все-таки биологический вид, а он... Это не про сентименты, это про математику, понимаешь? Математика — это не сентимент, это другой... Это просто другой... Все, что касается математики, там будет решено. Если математика, она может жить в голове в биологическом виде и может жить в машине в виде алгоритма, то обязательно просто все те баги, которые пока не учли... Ты представляешь, сколько... Они парни молодые, ты посмотри на этого директора OpenAI. Молодец, парнишка. Вот еще ему там 30 с лишним лет. В общем, я вдруг неожиданно для себя обнаружила тебя обсуждающий искусственный интеллект, в котором я совершенно не знаю. И в котором, собственно, я некомпетентна, я говорю, я в этом плане обыватель. У меня есть представление о том, какие проблемы... Я же тоже обыватель. Мы с тобой два обывателя говорим на темы, которые... Я не стала бы слишком сильно в эту тему углубляться, но я вижу там некоторое количество проблем, опять-таки опираясь больше на тех людей, которые в этом действительно что-то понимают, которые, пока они не решены, мы можем действительно получить достаточно много неприятных последствий, с которыми будет надо разгребать, и которые, чем дольше эти последствия мы не будем учитывать, тем сложнее нам будет их разгребать, потому что их просто объем будет увеличить. И мне кажется, что в целом как бы остановиться и посмотреть на то, где могут быть эти последствия, есть ли у нас способы их решения и устранения, и вообще как бы прозвонить всю эту область, она не лишена романтизма, но я не знаю, насколько для этого хватит полгода или не хватит полгода. Это отдельная история, за которую мне, по крайней мере, сейчас интересно наблюдать, но которая действительно мало касается тех вещей, которыми сама я занимаюсь. Да, но это понятно. Я просто сейчас к тому, что так или иначе, и все же говорят, что медиа нас изменила. То есть вообще в принципе информация меняет человека, нашу модель мышления, наши какие-то там сентименты и так далее. И тут появилось что-то, что как бы с одной стороны создано людьми, то есть при их непосредственном участии, лишенное человеческих сентиментов, эмоций и вообще биологической природы, поскольку это все силикон там, не знаю, какие-то там технологии. И получается, что это что-то пока работает в каком-то там странном режиме, непонятно как, внутри какая-то внутренняя логика. И это теперь является одним из новых источников получения информации. А раз мы находимся под влиянием информации, то и эта информация будет нас менять. Но предыдущая информация меняла нас как бы по-человечески. То есть человек вбросил информацию, будь то это ложь, будь то это манипуляция, фейк-ньюс, этот человек это сделал, мы понимаем сентименты внутри того, что он сделал. Мы можем понять, а он написал эту статью, потому что он хотел грант, он написал это, потому что он мудак. Но как-то ты можешь это рационализировать. Когда там ты не понимаешь природы рационализации какой-то такой неживой, нечеловеческой и все равно проглатываешь эту информацию и на лонг ран, я думаю, что все равно вектор изменений будет, но уже в нечеловеческую природу, потому что это давление вот этого ризонинга, оно не человеческой природы. Ну, смотри, человеческой природы нас никто не лишит, потому что мы все-таки биологические существа. И это будет как-то нас менять, это будет очень сильно менять культуру по всей вероятности. Но, скорее всего, эти изменения все равно будут ровно в том диапазоне, в котором наша человеческая природа нам это позволит. отдельная история с тем, как это все повлияет на нас с точки зрения того самого сентимента, до которого всем этим искусственным интеллектам нет дела. И мне кажется, что некоторое количество экзистентальных вопросов о том, а для чего нужен человеческий разум, когда есть разум более мощный, она перед нами встанет. И перед философами, как перед обществом, которое, в принципе, изначально-то создало, ну, как бы мы, может быть, побочный продукт нашей деятельности это искусственный интеллект, но вообще-то, в принципе, человек, он рожден для чего-то более... Да, но вот представь себе, что это степпинг-стоун, вот представь себе, что мы живем и у нас самый умный, это, ну, как-то в истории, там, не знаю, Эйнштейн, Платон, Аристотель, а теперь появился искусственный интеллект, и те люди, и те ребята, вот смотришь там на шахматистов, да, вот они были лидерами, и теперь бам, но они стали, они станут лучше, чуть-чуть, чем они были бы, потому что есть next level, есть что-то, что, возможно, даст оттолкнуться, вот этот какой-то граунд, и тем самым по цепочке все остальные тоже подтянутся, потому что тебе нужен всегда лидер. Я думаю, что нам в итоге нужно будет как-то серьезно подумать про наши ценности и наши приоритеты и наши потребности, вот, и в том, как это все поменяется, это прям отдельная, очень интересная область, но мне правда кажется, что это будут какие-то именно вещи, связанные с нашими эмоциями, сентиментами и ценностями, а не вещи, связанные с тем, чтобы ты стал первым после шахматного искусственного интеллекта первым человеком, который вот хуже, чем машины, да, то есть я не уверена в том, что людей будут вдохновлять эти задачи. Нет, это как тренажер, то есть как бы что-то, что можно от чего оттолкнуться. Ну, то есть, а дальше для чего я буду тренироваться, да, вот я могу, например, запомнить сколько-то там знаков после числа Пи больше, чем любой человек, но меньше, чем любая машина. Что мне это даст? Ну, то есть мне правда кажется, что у нас в какой-то момент возникнут вопросы о том, а что нам вообще надо как людям, как человекам, как виду, как обществу и как обычным вот просто организмом с костей, кожи, мяса и немножко желе белково-жирового. То есть мне кажется... И там действительно может возникнуть много вопросов. Тогда, ну, в самом конце, тогда получается, что сейчас, вот я не знаю, звучит как бы контрпродуктивно, да, кажется, но вектор такой, что смысла постигать науку, ну, в том плане, вот в том академическом смысле, когда для тебя будет созданное условие, ты будешь как бы как оператором некого компьютера, на котором будет твориться наука, а ты будешь человеком, который сделает какой-то, как бы вбрасывает туда что-то и как ауткам этого процессинга будет тебе выдаваться. То есть такая функция, ну, креативная останется, но оператор компьютера и генератор идей это разные как бы функции, да, то есть ты из человека создающего, как бы в реализующего, обсчитывающего превращаешь в человека, который просто набрасывает идеи, как все эти IT-предприниматели говорят, ой, я хочу уйти из операционки, я просто генерировать идеи, и там мои умполумпы это как-то делают. Все превратятся в людей, которые вбрасывают идеи и будет среда для воплощения этого, как бы для, слушай, а что будет если, знаешь, такой как бы абсолютно ненаучный, а что если, блин, полететь на Марс? Вот что будет. И как бы вот тебе решение, как лететь на Марс и что для этого надо сделать. А дальше уже решай, будешь ты делать это или нет. Поэтому, блин, вектор как будто бы меняется и важным станет... Вектор меняется. Вектор меняется, а вот куда мы пока на самом деле не знаем, потому что нам очень легко предсказывать что-то, что более-менее стабильно движется примерно в одну и ту же сторону, но каждый раз, когда у нас происходит какой-то переломный момент и действительно изменение вектора, на самом деле мы редко когда, исходя из нашего прошлого опыта и наших прошлых изменений вектора вот по одной прямой, можем угадать, куда дальше мы будем движаться. Поэтому здесь я вообще никаких прогнозов делаю. Большой сюрприз. Потому что это все нам придется адаптироваться к явно каким-то очень новым вызовам. Это точно. И возможно, что там тоже будет о чем подумать безотносительно искусственный интеллект, а просто самим собраться и оставив его в сторонке и подумать о том, что нам дальше и для чего мы теперь здесь. Слушай, ну спасибо большое. Был реально интересно. Сегодня, знаешь, такой отрезвляющий подкаст. Как раз, знаешь, меня все время сфокусирован постоянно. И поэтому, когда люди, которые приходят с таким более стройным мышлением, они меня как бы собирают обратно в кучу, а потом опять все разбалансируется, конечно, но по крайней мере, знаешь, какая-то ясность возникает. Спасибо тебе большое. И успехов. Да, спасибо, тоже было интересно пообщаться, поразмышлять. Ой, с книгами это отдельно, стоит. Ладно, в общем, да, пока-пока, до новых встреч когда-нибудь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok